Сегодня наш семинар посвящен в общем и целом подготовке заявки для участия в рамках губернатора в первом конкурсе 2022 года. Но сразу хочу сказать, что ту теоретическую базу по социальному проектированию, которую сегодня мы будем вам давать, она уже является такой достаточно универсальной. И в принципе эти сведения, теорию можно использовать для подготовки проектов в адрес любого грантового оператора, можно опираться на эти данные. Сегодня семинар мы проводим совместно с две организации. Это непосредственно оператор грантового конкурса, ну а другой сегодня я вам хочу представить Сосоенко Ирину Геннадьевну и Грин. Татьяна Владимировна, это непосредственно сотрудники и специалисты, люди, отвечающие за этот конкурс, как операторы, представляющие. И мы ресурсный центр поддержки деятельности инвестиционных организаций, Покина Лариса Валерьевна. Сегодня будет вам рассказывать про бюджеты, про финансы ваших грантовых заявок. Меня зовут Геркард Юлия Николаевна. Я вам расскажу про теорию социального проектирования и про основные акценты, которые вам необходимо расставлять в своих проектах, в своих грантовых заявках. Коллеги, у нас сегодня семинар заявлен как теоретический, но тем не менее мы просим вашего активного включения в работу не только на уровне конспектирования записей в своих блокнотах, но и на уровне открытого и свободного диалога с нами. Будут у нас несколько вопросов к вам, как к нашей аудитории, которая с нами сегодня в зале, так и к тем участникам, которые с нами сегодня онлайн. Поэтому, пожалуйста, я прошу вас сразу с первых минут активно включиться в работу и формулировать ответы на вопросы в первую очередь. Это нужно вам для ваших будущих проектов. Ну и, конечно, сегодня нам важно обменяться с вами некоторой информацией, получить отклик от вас, чтобы мы смогли, наверное, дать друг другу правильные ответы на очень важные вопросы, которые касаются ваших проектных заявок. Как я уже сказала, у нас сегодня теория, да, и 10 числа, сразу скажу, у нас будет практическая часть семинара, когда мы приглашаем всех, желательно приходить в составе ваших проектных команд, это минимум 2 человека, но можно прийти, конечно, и в единственном числе, да, единственным представителем от ваших организаций. Но если вы придете с товарищем, с коллегой, с партнером, с единомышленником, то участие в вашей практической части, конечно, она будет более эффективна. Практическая часть у нас будет проходить здесь, в точке кипения, 10 марта с 15 часов мы будем начинать работу. Коллеги, основная организационная информация, да, все очень подробно представлена в положении о конкурсе. Надеюсь, вы уже успели с ним познакомиться. Если вдруг еще нет, то, естественно, с этого документа необходимо начинать работу над конкурсной заявкой, да, это начинать именно с изучения положения основного документа по конкурсу. Что для нас важно, да, участниками данного конкурса могут быть только некоммерческие организации, неправительственные организации. Также в положении есть целый список тех некоммерческих организаций, которые не допускаются к участию в конкурсе. И период деятельности этой организации должен быть не менее 6 месяцев с момента официальной регистрации. Не менее 6 месяцев на дату подачи вашей заявки на конкурс. Ключевые даты данного конкурса вы видите, да, прием документов осуществляется до 23 марта. Конечно, реализовывать свои проекты вы будете в 2022 году, старт не ранее 7 мая и завершение не позднее 20 ноября. Но вы внутри этих дат, да, вы можете определять свои любые, которые вам действительно нужны для качественной реализации вашего проекта. Бюджет заявок вы тоже видите, да, те организации, которые у нас работают от 6 месяцев до года с момента регистрации. Если максимальная сумма финансирования, на которую можно претендовать, это полмиллиона, те организации, которые работают уже более года, то максимальная сумма финансирования – это миллион рублей. Коллеги, заявка оформляется на сайте, да. Я обращаю ваше внимание, но, возможно, уже все знакомы с этой информацией достаточно подробно, что мы не приносим заявки данному оператору ни в печатном, ни в электронном виде, но я имею в виду, что на почту мы ничего не отправляем, да, есть сайт amur.granta.rm, там в разделе документа, собственно говоря, представлены все документы, касающиеся конкурса, в том числе и положения, методические рекомендации. На этом же сайте вы оформляете свой личный кабинет. Мы будем совместно с Татьяной какие-то моменты озвучивать, то есть я буду говорить про какие-то теоретические, и как это выглядит на сайте непосредственно в программе, чтобы вам было удобнее сразу фиксировать, воспринимать информацию, буду передать слово Татьяне. Добрый день, коллеги. Как уже было сказано, заявка подается в электронном виде, и первое, что нам хочется обратить внимание, для того, чтобы подать заявку на сайте amur.granta.rf, необходима регистрация на Созидателе. Попробуем Созидателе. Мы сделали тест вот такой профиль, чтобы вы посмотрели. Затем, когда вы создаете профиль на Созидателях, переходите... А, не слышно? Да, ну это может быть. Все, сейчас слышно. Вот, извините. Переходите на amur.granta.rf и нажимаете «Войти». Здесь появляется окно «Войти через Созидатели». Вот для этого вам и необходима регистрация на данном портале. Хочу сразу заметить, что есть Созидатели РФ, а есть Созидатели фонд президентских грантов. Вам нужен Созидатель РФ просто, без Созидателей президентских грантов. И нажимаете «Войти через Созидатели». И вот попадаете в свой личный кабинет. Переходите в раздел «Мои проекты». И видите вот такое поле «Создать заявку». Нажимаете, подтверждаете свое согласие. И открывается поле «Заявки», шаблон заявки, который вы начинаете заполнять. Первый раздел – это раздел «О проекте». Сразу обращаем внимание, что в полях шаблона указано максимальное количество символов. Где-то 3000, где-то 300. Не забывайте об этом. Если кто-то уже создает сейчас заявку в ордовском шаблоне, то тоже это учитывайте. И начинаете пошагово заполнять. В принципе, сам личный кабинет, сам шаблон заявки на сайте, он не требует того, что сначала заполнить, допустим, полностью раздел «О проекте», только потом следующий. Вы можете заполнять любой последовательности, переключаться между разделами. То есть как вам удобно. Ну, начнем с первого раздела «О проекте». Выбираете грантовое направление. Здесь выпадает контекстное меню. То есть вам вручную вводить ничего не надо. Название проекта, ну, здесь, естественно, выбираете сами. Здесь стоит ограничение максимум 300 символов. Это же первое поле с ограничением. Дальше идет тратка описания проектов. Мы сейчас переходим к краткое описание деятельности в рамках проекта. Здесь есть подсказки. Вы можете развернуть подсказку. Здесь все понятно. Ну, сейчас дальше Юлия Николаевна. Да, коллеги, мы сейчас до этого раздела дойдем. И до этого раздела дойдем. И, если нужно, мы еще развернемся к самой программе. Итак, что еще касается подачи заявки. Что обязательно, обратите внимание, это два обязательных документа, которые вам необходимо будет приложить, от сканированных документов. Вы сканируете все листы вашего документа. Вы сканируете единым документом, да. То есть, если у вас устав 10 листов, вы не 10 отдельных PDF-файлов прикрепляете, да. Это тоже важно. Просто, если вы так сделаете, у вас не хватит места, чтобы прикрепить все ваши 10 листиков одного устава. Поэтому оформляйте отсканированные документы в один единый, да. Соответственно, прикрепляйте вы в определенном разделе вашей электронной заявки. Это обязательные документы. Также в положении указано еще, что вы можете еще прикрепить ряд документов по своему желанию, если оно у вас имеется. Если не имеется, это не будет нарушением. Но если вот эти документы будут у вас отсутствовать или как-то некорректно, да, вы их отсканируете, они не будут читаться, либо еще будут какие-то сложности с этими документами, это уже будет нарушение. Вопросы по этому разделу есть? Устава нету по электронной копии документов. То есть если этот человек есть в государственном веществе, да, и любится, то тогда не надо электронной скользкой документами? Нет, она автоматически формируется. То есть это именно для любви? Да. А, вы прикрепляете только устав обязательно, и титулный лист, и обратный лист. Ну, дойдем еще до раздела документов. Итак, коллеги, в этом конкурсе у нас 13, если не ошибаюсь, 12 градовых направлений, они все перечислены на слайде, также, естественно, есть положение. Я обращаю ваше внимание, что эти направления не совсем пересекаются с теми направлениями, например, к которым мы привыкли, может быть, работая с фондом президентских градов, либо участвуя в прошлых конкурсах, 21-го года, конкурсах градовых губернаторов. Каких-то направлений вы здесь можете не увидеть, например, в сфере культуры, да, что-то вы можете увидеть здесь в несколько вымых формулировках, но, тем не менее, все 12 направлений, они достаточно обширны по своему содержанию. Если вы откроете, не если, а когда вы откроете положение, да, вы увидите, что по каждому направлению есть еще большой перечень внутренних, скажем так, расшифровок и позиций, да, какие конкретно узкие темы в рамках этого большого направления гранд-оператор готов поддержать и передать экспертам, да, на проверку ваших проектов. Поэтому, когда вы будете разрабатывать свой проект и вообще обдумывать идею, сверьтесь, пожалуйста, отдельно с этим пунктом положения, посмотрите точно ли ваш проект соответствует. Потому что, например, у нас есть направление про здоровый образ жизни, охрана здоровья граждан, да, если вы откроете, например, это направление, направление внутри, там будет три конкретных позиции. Что включает в себя эта формулировка охрана здоровья граждан. Далеко не все, к чему мы, скажем так, привыкли, да, в нашем понимании этого термина, попадает конкретно к требованиям данного гранд-оператора. Поэтому внимательно, пожалуйста, соотнесите все свои идеи, которые вы хотите здесь представить, свои заявки с требованием этого пункта положения. Дмитрий, можно небольшую поправочку? Вот эти направления, вот эти 20, это конкретные. Та расшифровка, здесь немножко неточность. Та расшифровка, что есть в положении, это примерные. Это не значит, что именно расшифровка, допустим, охрана здоровья граждан только три. Это не значит, что только три. Они обозначены как примерные темы. То есть, если можно и не соответствовать темам, да. Возникает вопрос, а что можно к этому отнести? Примерные темы, они набросаны. Но если будет относиться к этому направлению, ну, чуть-чуть его там корректировать. Вот это получается, да? Образование, конечно, в охрану здоровья не пойдет, да. Самое главное, чтобы ваша тема, вашего проекта совпадала вот с этим направлением. Хорошо. Коллеги, вопросы есть по этому разделу? Тогда двигаемся дальше. И вот сейчас тот самый момент, когда я прошу сейчас всех активизироваться активизироваться и, возможно, погрузиться, да, в себя, в свои размышления и задать себе главный вопрос. По какой причине я начинаю разрабатывать социальный проект? Вот. Задать себе этот вопрос, пять секунд подумать и ответить нам уже вслух. Те, кто с нами работает онлайн, пишите, пожалуйста, в чат, либо включайте микрофон и представляйтесь. И тоже, пожалуйста, мы хотели бы услышать и ваши ответы на этот вопрос. То есть это очень важно. Нам важно сегодня с вами с этого начать. И вам важно будет начать с этого, когда вы сядете уже за свои заявки. Кто готов сейчас публично ответить и раскрыть свою тайну, почему я буду писать, да, или хочу писать вот этот социальный проект сегодня, сейчас на данный грантовый конкурс. Но вы же почему-то хотите это сделать. Да, пожалуйста, представьтесь. Какая организация? Представьте федерацию по университетам. Вы же как-то, в этом году, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе. Но вы хотите привлечь детей, то есть вам какие-то ресурсы дополнительные нужны, да, чтобы привлечь? То есть вам нужны какие-то ресурсы, поэтому вы идете писать проект. Отлично, спасибо вам. Коллеги, у кого еще какие-то варианты? Ну давайте смелее, это не страшно, мы не будем заторгать, но потом, что же на список никакой результат? Мы уже пишем неоднократно, этот график будет очередной, тоже фактически деложая цель, нам нужны средства, ресурсы для того, чтобы реализовать наши какие-то главные, наши цели. Мы хотим, чтобы жизнь нашего поколения, тем более сейчас в период пандемии, когда больше всего, наверное, ограничено было для них, немножко разнообразить, немножко как-то, может, стало же интересным. Для этого, конечно, уже ресурсы, для того, чтобы понять интерес старшего поколения. Мы тоже для этого. Так, давайте сформулируем, то есть вы пишете сейчас проект, чтобы что? Ну сейчас мы хотим, чтобы у нас появились средства для того, чтобы провести огромное такое мероприятие, мы будем вовремя, которое нашим с вами будем организовать на территории Амурской области. Вот сразу на секретах у меня, мы хотим провести конкурс «Миссис Амурская область», для этого нужно провести конкурс «Миссис Амурская область», чтобы мы будем вовремя, чтобы сделать конкурс «Миссис Амурская область». То есть да, вот здесь мы пишем проект, что зараженные ресурсы, здесь мы пишем проект, что у нас есть замечательные мероприятия, которые мы хотим реализовать. Я до Богу, я до Богу. Я до Богу. Мы пишем кран, и вот сейчас такой момент, когда годы мы начали со студенчества, Сейчас мы уже работали, чтобы поместить качество тех же продуктов, нужно занимать действия, например, те же видеоролики, которые мы делали в самосняте, есть возможность с Кудукой собратить человеку, и он сделан более качественным. То есть мы пишем сейчас проект для того, чтобы... Чтобы делать качественные видеоролики. Ну и который будет, наверное, каким-то ресурсом для вас, да? Хорошо. Кто еще, для чего пишет проект? Расскажите нам, пожалуйста. Коллеги, давайте мы обратимся к тем, кто с нами онлайн. Пожалуйста, может быть, кто-то из участников, кто с нами на связи, готов поделиться своим представлением и своим пониманием, своими сокровенными мыслями, почему вы решили писать сейчас проект? Пожалуйста, ответьте нам. А можно нам участников? Спасибо. Не хотят, хорошо. Ладно, мы не будем сильно мучить никого, коллеги. Кто-то из зала хочет еще с нами поделиться своими мыслями и ответить на этот вопрос. Нарису, Валерьеву, тоже будете писать проект? Вот, давайте. Мы будем писать проект для того, чтобы решить одну важную, по нашему мнению, из опыта нашей работы, социальную проблему в области, проблему развития благотворительства. Для этого мы хотим провести ряд мероприятий, чтобы активизировать благотворителей нашей области. Спасибо большое. То есть вы видите какую-то проблему, да, и хотели бы усилиями в рамках проекта попытаться ее решить. Коллеги, вот все то, о чем вы сейчас говорили, да, я сразу хочу обратить ваше внимание на то, что я буду говорить дальше, но будет несколько отличаться. И корректировать наш с вами, мы все так с вами мыслим, это не страшно, это не преступление. Вот дальнейшая моя информация будет очень сильно отличаться от того, что большинство из вас сейчас здесь озвучили, а кто не озвучил, я так думаю, что подумали про себя. Это не ошибка так рассуждать. Но когда мы говорим и дальше будем с вами говорить о логике социального проектирования и вообще о ценности, о смысле любого социального проекта в адрес любого грантового оператора, даже если ваша заявка на 10 тысяч рублей или на 10 миллионов, это не принципиальный вопрос. Принципиально то, ради чего вы создаете этот социальный проект. И вот, отвечая на этот вопрос, да, пять, скажем так, распространенных вариантов групп, да, по которым мы можем объединить ответы ваши, ответы участников с других регионов, ответы большинства участников федеральных грантовых операторов, даже победителей этих конкурсов. Первое, да, почему люди пишут проекты, это есть какая-то проблема, да, они ее осознают, и они знают, что нужно делать, чтобы эту проблему решить. Другая причина, да, по которой люди пишут проекты, это появилась какая-то замечательная идея, для реализации нужны ресурсы, да, мы сегодня такой вариант тоже услышали. Или мы, например, увидели какой-то хороший пример, как делают наши товарищи где-то, да, и мы хотим у себя это повторить, сделать так же или еще лучше. Или нам нужна детская площадка, спортивная площадка, какая-то сенсорная комната, какое-то оборудование для чего-то, какие-то качественные медиапродукты, да, опять-таки для чего-то, да. Вот, и поэтому мы идем, участвуем в грантовом конкурсе, идем писать проект. Еще есть один вариант, ну, к вам, я так думаю, к представителям некоммерческих организаций в меньшей степени имеют отношение, больше всего с этим вариантом сталкиваются представители бюджетных организаций, в тех конкурсах, где они имеют право принимать участие, да, и когда есть руководители прогрессивно мыслящие, которые говорят сотрудникам о том, что мы должны привыкать бюджетные средства. Вот вам список грантовых конкурсов, да, идите, пишите проекты. Вот, коллеги, в связи с этим две новости, да, хорошие заключаются в том, что в какой бы точке лично вы сейчас не находились, из любой точки можно прийти к качественному социальному проекту и к качественно проработанной заявке. Вот, менее хорошая новость заключается в том, что если вы движетесь из первой точки, да, то вы к этому проекту придете значительно быстрее, у вас потребуется меньше ваших внутренних сил, ресурсов, меньше любых каких-то ваших, да, посылов, чтобы создать действительно качественный продукт, качественный социальный проект. Если вы идете из всех любых других вариантов, да, начинаете свой путь в социальном проектировании, в разработке конкретного проекта, то силы времени вам на это потребуется значительно больше. А все почему? Потому что самая главная ценность любого социального проекта, который вы готовите, это решение конкретной проблемы для конкретных людей. И если вы понимаете, в чем проблема вашей целевой аудитории, с которой вы работаете, и вы искренне осознаете, что у вас есть ресурсы справиться с этой проблемой полностью, либо частично, да, в каком-то, в какую-то единицу времени прийти к определенным результатам, то однозначно для разработки проекта вам потребуется меньше времени, меньше ваших собственных сил, но вы должны очень точно понимать, да, в чем смысл, ключевой смысл любого социального проекта. Это очень важно. Коллеги, вместе с вами, да, с участниками грантовых конкурсов обучение также проходят эксперты. И почему сегодня так много времени я заостряю много внимания, заостряю именно на этом шаге, на старте, да, потому что анализируя те проекты, с которыми участвуют наши некоммерческие организации в различных федеральных, региональных, муниципальных конкурсах, несмотря на то, что мы провели за два года работы ресурсного, даже уже почти за три года работы ресурсного центра, мы провели уже большое количество семинаров, мне уже кажется, что мы, в принципе, всегда об одном и том же говорим, потому что методика социального проектирования, база, да, вот эта, она основополагающая, принципиальных изменений там за эти три года не происходит, но тем не менее, почему-то не формируется, да, либо они в недостаточной степени отражаются это в ваших заявках, ответ на ключевой вопрос, и ваше личное понимание как авторов проекта, да, с какой проблемой вы работаете, для кого вы решаете эту проблему, какие ключевые результаты вы решаете эту проблему, хотите достигнуть. И эксперты, которые также, как и вы, проходят обучение, и в том числе эксперты грантового конкурса губернатора, да, они проходят обучение перед тем, как приступить к оценке ваших проектов, они также, как и вы, совершенствуют свои навыки в экспертной оценке, и им точно так же объясняют, да, в чем суть социального проекта. И они уже приходят со своим пониманием о ценности, важности и о результатах социального проекта. И если вы им через свою заявку этого не покажете и не донесете, да, в любом конкурсе, в частности, в данном, о котором мы говорим, то, соответственно, вы сами себе, можно сказать, подрезаете крылья, да, и уменьшаете ваши шансы на победу. Поэтому я призываю всех и всегда быть честными, в первую очередь, с самим собой, да, и честно понять, для чего я пишу этот проект. И найти все-таки, даже если вы хотите мероприятия хорошие проводить, это все хорошо, это все правильно. Но все-таки подходите к разработке проекта с точки зрения логики, да, и ценности этого продукта через осознание той цельевой аудитории, для которой вы работаете, через осознание, понимание их потребностей, их проблемы, их запроса, с которым вы будете работать в рамках вашего проекта, который, я надеюсь, многие из вас, а может быть и все присутствующие здесь, получат финансирование на реализацию этого проекта. Это ключевые вопросы, на которые вам нужно, пока вы разрабатываете проект, искать ответы. И вот все, кто к нам придет на семинар 10-го, на практическую часть, да, сегодня мы не будем с вами останавливаться на каких-то конкретных примерах и подробном разборе конкретных проблем и как из этого можно какой проект построить, мы всем этим будем заниматься 10-го числа. И вот все, кто к нам придет, мы с вами вместе в рамках ваших идей и проектов будем выстраивать логические ответы, да, последовательные на эти и ряд других ключевых вопросов. Первостепенно, да, закрепим. Это люди, с которыми вы работаете, ваша целевая аудитория, да, вот у нас тут грустные люди, потому что у них есть какой-то запрос, какая-то проблема. Ваши действия – это ваш проект, да, и тот конечный результат, к которому вы приходите. Это самое важное, что должно лежать в основе вашего проекта, а чтобы оно там появилось, оно сначала должно появиться в вашей голове в виде вашего принципиального понимания сути социального проекта и для чего его пишут. Итак, коллеги, сейчас мы с вами перейдем уже непосредственно к разделам заявки, да, то есть про такие глобальные смыслы социального проекта мы с вами поговорили. Если у вас есть какие-то вопросы, задайте мне их, пожалуйста, сейчас. Если вопросов нет, тогда давайте двигаться дальше. Итак, коллеги, как я уже сказала, да, что проект – это комплекс взаимосвязанных событий, мероприятий, действий, да, направленных на достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета. Вам всегда нужно помнить, что вы, реализовывая проект, ограничены временем, в нашем случае это полгода, да, 6,5 месяцев, и конкретным бюджетом, да, ну и всеми остальными ресурсами, которые у вас есть, это тоже ваши рамки, да. И вот имея все это, вы должны прийти к конкретным результатам для своей целевой аудитории. Ну, как я уже сказала, да, что всегда социальный проект направлен на изменение жизни вашей целевой аудитории максимально конкретной к лучшему. И эти изменения вы должны показать. Ну, и логика проекта – это тоже очень важно, потому что проект всегда оценивается в комплексе, ни бюджет отдельно, да, содержание отдельно, ни содержание отдельно от команды проекта, да. Проект, ваша заявка всегда оценивается комплексно, и все разделы вашей заявки имеют значение итоговое на ваш результат, на ваш бау. Об этом уже сказали, да, про название проекта. В принципе, это, наверное, одно из, возможно, самых несложных разделов заявки, что здесь важно, да. Во-первых, что ваше название по логике своей, оно должно соответствовать содержанию. Это тоже очень грубая ошибка, когда есть яркие какие-то красивые названия, но по своей сути они не отражают, противоречат или каким-то образом еще не соответствуют содержанию проекта. Название ваше публичное, после победы его поменять уже нельзя будет. Вы будете с ним жить и работать с этим названием. Что еще важно, что не делайте его длинным, да, не пытайтесь в название впихнуть все описание вашего проекта. Но и принципиальный момент, да, что название без кавычек и без знаков припинания, да, указывается в заявке. Знаки припинания можно кавычки. Ну, в смысле, кавычки и без точки, да, в конце. Да, без точки в конце, да, то есть внутри запятые вы можете поставить, если вам это надо. Вот, без точки в конце. Не будем возвращаться к разделу в название? Ну, в принципе, там. Вот здесь название проекта. Без точки в конце, да. Да, без точки в конце. После подачи нельзя. Ну, да, и в последующем, то есть в моменте, ну, и когда вы победили, вы уже название тоже изменить свое не сможете. Коллеги, есть вопросы? Восклицательный вопрос. Можно. Восклицательный вопрос. Вопросительный точку нельзя. То есть, извините, пожалуйста, то есть все название должно быть за главной буквы? Нет, 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 почему? Сы. Сы, как главная буквы? Да, первая буквы. Да, да. Ну, и тоже, коллеги, вот обращаю ваше внимание, что название в три предложения, да, ну, как бы не самый лучший вариант для названия вашего проекта, да. Все-таки оно должно быть емким, содержательным и, ну, коротким, правда, не надо пытаться вот в названии и цели, и задачи, и все, что вы хотите сделать, представить это в названии. Можно, наверное, но если будет название все-таки из двух предложений, между предложениями точку ставить. Потому что сейчас сказали, что без точки. Если название все-таки два предложения будут содержать, между ними точка есть, в конце точки нет. Можно обратно. Следующий, коллеги, раздел – это краткое описание проекта. Это тот, ну, ключевой информативный раздел, да, с которого эксперт, прочитав который, эксперт в своей голове, скажем так, складывает пазл, да, и вообще формирует свое представление, да, о том, что вы собираетесь делать. Здесь заполняешь этот раздел в методических рекомендациях тоже по заполнению заявки. Вы увидите там свои подсказки, да, что, какая информация должна быть представлена в этом разделе. Что здесь важно? Что этот раздел, он не дублирует описание проблем. То есть про проблему вы здесь говорите в двух предложениях. У вас будет отдельный раздел, где вы сможете очень подробно описать вашу проблему. Ну, здесь несколько предложений. Вы говорите про то, социальную проблему, на которую направлен ваш проект. Потом вы говорите про те виды деятельности, которые вы будете осуществлять, про основные мероприятия. Это, естественно, про вашу целевую группу, с кем вы будете работать, но тоже кратко, да, и ключевое, что должно быть в этом разделе, и что очень часто не встречается, это ваши ключевые результаты, количественные и, самое главное, качественные результаты. То есть через краткое описание вы должны уже выстроить логику, да, в голове эксперта того, что вы делаете, для кого вы делаете, зачем это вы делаете, и к какому итоговому результату вы придете к 20 ноября, когда будут потрачены все средства в рамках вашего проекта и приведены все мероприятия. Какая будет ваша конечная точка. И здесь, да, обратите внимание на количество символов. Если вы напишете не то, нальете воды и упустите самую главную суть, да, у вас просто форма заявки не даст вам, да, написать важно. Поэтому с самого начала концентрируйтесь именно на сути, на описании содержания вашего проекта, ключевых пунктов проекта. А можно я добавлю? Краткое описание проекта. Раздел. Включен. Да. Помечено красной звездочкой. Ну, уже очевидно, что это поля, которые обязательно к заполнению. Есть раздел полное описание проекта, презентация проекта. Вот здесь вы можете приложить свой вордовский файл PDF, и там можете, в принципе, написать все, что хотите. Если у вас есть презентация, пожалуйста, презентация, если у вас уже разработана. Какая-то технологическая карта, не знаю, маршрутный лист какой-то, все, можно сюда, пожалуйста, приложить, здесь добавляется не более пяти файлов. Добавлю к тому, что вы можете здесь более подробно рассказать о своем проекте и о своем опыте, о своей организации. То есть все, что вы хотите донести до экспертов, что считаете важным. Поменьше воды, конечно. Коллеги, я вот тоже хочу сделать здесь акцент, да, важно. Кто-то, так как это необязательное поле, ну, игнорирует этот раздел, может быть, у кого-то времени не хватает его заполнить, да, там, в последние дни или часы садится за написание заявки до заполнения. Наш вам совет, ни в коем случае не игнорируйте этот раздел. Для себя мысленно поменьте его тоже красной звездочкой, он для вас должен быть обязательно. И обязательно делайте презентацию, но не совершайте таких ошибок. Презентация не должна дублировать разделы ваших заявок, содержание этих разделов. То есть не надо из краткого описания брать всю информацию, просто переносить ее в презентацию. То есть презентация, она идет плюсом к тому, что уже отражено в других разделах вашей заявки. Презентация должна раскрыть и усилить ваше содержание вашей заявки. Если вам в кратком описании, либо там, где вы про проблему будете говорить, не хватило места, чтобы показать что-то, допустим, какое-то исследование вы хорошее провели, да, или есть у вас опыт реализации этого проекта в предыдущие годы, сами вы его проводили, да, вот сейчас награн подаете, и есть там какие-то свои результаты, какие-то, может быть, практики, работы интересные, которые будут внедрены в ваш проект, все что угодно. То есть вставьте это все в презентацию. Презентация идет к плюсам, но ни в коем случае она не должна дублировать описание, ну, содержание основных разделов заявок. Можно еще маленькую подсказочку с вами? Допустим, если вы реализовали какие-то уже мероприятия, и следующий ваш проект – это уже продолжение, вы можете в формате Word вставить фотографии, Word-овский документ, затем, сохраняя PDF, данный документ будет очень мало весен. Потому что если фотографии, они только в PDF не приложите, ну, вот такая маленькая лазейка, просто такая… В Word вставить PDF можно. Да, вот вставляете фотографии, туда можно вставить, конечно же, много, потом сохраняете в PDF и прикладываете. Таким образом вы покажете результаты своей предыдущей работы в данном проекте. Да, это все будет усиливать содержание вашей заявки, экспертов в более полном виде, да, обосновывать, доказывать, что, да, действительно вы компетентны, вы понимаете этот вопрос, проблему, свою целевую аудиторию. Самое главное, ну, вы имейте комплексное представление о том, как вы будете реализовывать проект, у вас есть на это ресурсы, и вы сможете пометить тем результатам, которые вы заявляете. Ну, видео о проекте, несчастный заполняемый раздел, да, потому что, конечно, мало у кого, но если у вас есть видео, ну, как бы в тему, да, вашего проекта, может быть, да, опыт предыдущей реализации, то, конечно, обязательно тоже его размещайте, но если нет, то там специально особо что-то придумывать мудрительную, здесь вот в этом разделе необходимости. Да, и сразу же до него дошли, если есть несколько видео ссылок о вашем проекте, заполняете первую строчку, появляется поле «Добавить», нажимаете тоже здесь до пяти ссылок, можно приложить, может, где-то в социальных сетях ролики у кого-то есть, пожалуйста, без проблем, укладывайте ссылку, краткое описание, но здесь стоит тысяча знаков, но, в принципе, можно только там название, там, публикация от такого-то числа, и всего этого достаточно. Ну, и еще замечание, можно сразу, Таня, вернись, пожалуйста, к первому, да, вот первый раздел и третий. Вот сейчас уже сталкиваемся с тем, что мы, наверное, оператор, мы видим все поступающие советы, на данных социальных сетях, все, что вы заполняете, там, по пунктам и так далее, мы это видим. Сейчас мы сомневаемся с тем, что мы читаем краткое описание проекта, там проект культурно-досудовая деятельность частейшей народы, культурной культуры, но в данном конкурсе, в первом конкурсе, этого направления нет, денег хочется. Поэтому мы почему бы его не обвести в грантовое направление, вот, вызывая, просто не тратите время на свое, на наше, такой проект не пойдет. Должно быть соответствия между описанием и направлением. Между, да, направлением, ну, то, о чем мы уже говорили в начале, да, и содержанием вашего проекта. Можно презентация? Ой, можно вопрос? Вот, вернитесь назад, пожалуйста. Вот второе. Проект, например, какие виды деятельности и для кого? То есть, дальше, я перечисляю, что мероприятие, включая, там, да, это мероприятие. А вот что такое... Да, виды деятельности, обобщите, ну, более... Нет, это же для пенсионеров. Ну, не демократная работа, да. Ну, то есть, вид деятельности, это более комплексное мероприятие, это уже конкретизированное, детальное, да, что вы будете делать. Ну, виды деятельности, например, будет проведена серия обучающих, информационных, там, творческих, спортивных мероприятий. Для пенсионеров, там, что-то есть. А потом... А основная деятельность, да. Здесь все-все мероприятия... А дальше основные... То, что в календарном... То, что в календарном плане есть, не надо, конечно, тоже обобщить, то есть, пройдут семинары на какую-то... Ну, это вот основные мероприятия, это уже третий какой-то... Да, третий. А в деятельности, что будете делать? Виды обучения, информирования, там, поддержка какая-то психологическая, консультирование, то есть, вид деятельности. А мероприятие – это консультация, семинар, тренинг, там, вот. То есть, если консультирование, они же опускаются будут проведена такие консультирования. Можно я проще, более-проще объясню? Смотрите, краткое описание – это значит, мы пошли, взяли вот это, поставили сюда, провели здесь, в итоге получилось вот это. Вот краткое описание должно что-то содержать. Прямо конкретно, не надо подробно. Все остальное мы увидим в дедарном плане. В других разделах, да. Коллеги, следующий раздел. Ваши целевые группы, да. Сейчас, просматривая последние семинары фонда президентских грантов, да, но ни для кого не секрет, что гранты губернатора, они имеют софинансирование фонда президентских грантов, это половина бюджета, и половина бюджета – это региональный, и, соответственно, вся методическая база, все рекомендации, требования, заявок, да, они основаны, конечно же, на методике фонда президентских грантов. И сейчас, просматривая последние вот их материалы, семинары, их обучение, тенденция такова, что касается целевых групп, да. Раньше мы всегда вам говорили, что в проекте у вас может быть несколько целевых групп. В принципе, сейчас вы тоже можете для своего проекта выбрать несколько целевых групп, если действительно вам это нужно, да, но сейчас все-таки фонд президентских грантов говорит о том, что один проект – одна целевая группа. Очень конкретная, очень конкретизированная по своим параметрам, характеристикам, полу, возрасту, нахождение в каком-то географическом месте, секторе, пространстве и так далее. Один проект – одна целевая группа. Все остальное, что вам кажется, что это тоже ваши целевые группы, на самом деле это ваши инструменты для достижения блага для вашей целевой группы. Тоже более подробно я раскрою эту мысль, тем, кто придет 10-го числа на наш практический семинар. Мы с вами будем отделять все-таки истинную целевую группу, да, от тех людей или сообществ, с кем вы тоже работаете в проекте, и будем все-таки с вами отвечать на вопрос, пытаться найти ответ на этот вопрос. Являются они для вас целевыми группами или нет? Вот, конкретно в рамках данного конкурса, ну, я не буду вам так жестко, да, говорить, что у вас должна быть вот одна целевая группа. Вы все-таки решите сами для себя, да, но рекомендации таковые есть на сегодняшний день, что один проект – одна целевая группа. Максимально конкретизированная. Что еще здесь важно, что вы, если вы выбираете все-таки несколько целевых групп, да, то в календарном плане вы должны показать, это очень важно, вот следующая табличка, да, не только в календарном плане, вообще, во все свои заявки. Если вы взяли в себе несколько целевых групп, вы должны всегда помнить, вот здесь, видите, у меня три целевые группы, да, какие-то дети, какие-то люди, какое-то экспертное сообщество, как то ли их учат, то ли они кого-то учат, в общем, три целевые группы, да, и вы должны очень четко всегда помнить, потому что это тоже западает, и это тоже очень распространенная ошибка. Когда у нас получается, что в продлении, ну, вроде мы про всех еще помним, да, в цели помним уже про две группы, когда пишут цель, третья где-то потерялась у нас, да, в календарном плане, опа, эксперт открыл мероприятие, а там мероприятия все только для основной первой целевой группы для детей, про всех остальных в календарном плане мы уже забыли, мы с ними уже ничего не делаем, но где-то в уме мы подразумеваем, что они там по ходу у нас как-то наши эксперты, наши какие-то люди везде в наших мероприятиях тоже участвуют, поэтому вроде как мы с ними поработали, да. И потом, когда мы возвращаемся к результатам, мы вспоминаем семинары или методические рекомендации, вспоминаем, что ага, в результатах, кажется, про всех нам надо вспомнить, мы опять про кого-то вспомнили, а про кого-то мы не знаем, ну мы с ними делали, а какой результат мы с ними получили, нам не очень понятно, и мы думаем, а ладно, эксперт не заметит. Значит, что мы в результатах опять про кого-то не написали, да. И это очень распространенная картина тех проектов, где выбрано несколько целевых групп, что периодически в проекте кто-то где-то выпадает. Поэтому, чтобы у вас такого не было, если вы выбрали для себя несколько целевых групп, ведите их, пожалуйста, через весь проект. И эксперту должно быть очень четко понятно, да, что вы с ними делаете, зачем вы с ними это делаете, как вы с ними работаете, какой результат с каждой целевой группой вы получите в итоге. Это тоже принципиальный момент. Но если вы все-таки выбираете одну целевую группу, то вам будет значительно проще держать это все в уме и доказать экспертам результативность за этой категорией граждан. Но в любом случае больше трех целевых групп вы не сможете, потому что шаблоном заявки предусмотрено не более трех целевых групп. Ну вот у меня ответ, Сэр, у нас пенсионеры, каждый третий ветеран, каждый второй инвалид. Он же все равно пенсионер. Они же все у вас пенсионеры, зачем вам дробить? Вот коллеги тоже очень часто... А зачем тогда вы пишете отдельно ветерану, отдельно инвалиду? Кто у вас? Есть ветераны. Конечно, ветераны молодые. И не инвалиды, ветераны есть. Есть же разные проекты про разные. Вот смотрите, вот очень часто берут целевые группы, там дети, молодежь, мамочки, папочки, бабушки, дедушки, ветераны, пенсионеры. А проект там про какое-нибудь взаимодействие с жителями конкретного района, да? Ну вот как вот это все, всех этих людей, в какое одно сообщество, в одну целевую группу можно оформить? Жители поселка все живут. Совершенно верно. Жители там района, да? Все живут. Жители поселка. Если мы с ними работаем, если действительно вот вы с всех их будете охватывать в своих мероприятиях, а потом в результатах, в количественных, в качествах, в результатах мероприятиях, там вы можете уже выделить. Вот здесь у нас столько детей было, столько ветеранов, столько пенсионеров, столько мамочек, столько папочек пришло. Но в разделе заявки в самом начале, да, где у вас целевая группа, обобщите их всех в одну целевую группу. Жители района. И вам потом будет легче и проще выстраивать все мероприятия. Потому что, если вы пишете, пенсионеры, ветераны, инвалиды, значит, в календарном плане у вас должны быть отдельные мероприятия. Для пенсионеров, отдельных ветеранов, отдельные, отдельные мероприятия. Да, и ни одно мероприятие, потому что... Нет, нет, коллеги, нет. Нет, здесь нету таких у оператора, ни у какого, и в том числе у рамка грантов губернатора нету такого требования, что у вас чем больше целевых групп, вообще, в принципе, вот этот термин, чем больше, чем больше задач, чем больше мероприятий, чем больше целевых групп, чем больше денег вы попросите, вообще не уместят, ни в отношении какого проекта. Мы вспомните то, о чем мы говорили в начале, да, мы понимаем, какую проблему для кого мы решаем. И это ключевые моменты, с которыми вам нужно всем разобраться, кто готовит проекты, какую проблему и для кого вы решаете. Поэтому для вашего каждый проект уникальный ценен. Для вашего проекта может быть актуальна одна целевая группа, очень и очень русская. А в следующем году вы будете подавать заявку, у вас будет вот такая целевая группа, по своим характеристикам очень широкая, да, но она тоже будет одна. И это тоже будет правильно, потому что проект совсем другое будет, что-то про другое. Поэтому нет здесь такого, что чем больше целевых групп у вас, тем лучше. Да, сразу она болезнь, потому что мы потом еще работаем с вашими отчетами. Для того, чтобы получить высокие баллы, вы пишете, да, зачастую. Чем больше, тем лучше. Вы поймите, что чем больше вы напишете, тем больше вам потом придется отчитываться. Вы как насчитаетесь за то, что вы не делали? Конечно. Если мы напишем, ну, она пишет, нет масштабности. Коль, масштабность не в этом. Да, масштабность не в этом. Вот потом, да, я вот вам про заявку, все сейчас про соцпроектирование расскажу, вот потом Лариса Валерьевна с большим опытом и экспертной оценки, и участие в различных грантовых конкурсах, и победы, реализации с очень большим опытом, более 20 лет, расскажет вам. Мы про критерии оценки тоже будем говорить, да, что масштабность – это не про количество мероприятий, не про количество целевых групп. У вас может быть проект, для которого нормально, там, ну, условно говоря, пять мероприятий, да, и вот ваш проект оценивается не в сравнении с другими проектами, да, ваша заявка оценивается как единый продукт без сравнения с другими участниками. Поэтому для вашего проекта актуально пять мероприятий, для другого проекта будет актуально пятнадцать мероприятий. И они, и это не заявки между собой сравниваются, у кого больше, тем лучше, да, а результаты, к которым вы хотите прийти. Можно еще вопрос? Дело в том, что у меня в планах связан с кабинетом с оборудованием, обоснование проблемы понятно, цель понятна, а вот как бы с календарным планом, там как бы бесрочно... Коллеги, все наши практики, во-первых, мы и до календарного плана дойдем, я вас поняла, во-вторых, все, что касается точечно ваших проектов, да, мы будем с вами это все десятого рассматривать, либо уже в индивидуальных консультациях, вот, сейчас мы говорим об общих моментах, но вопрос я вас запомнила. Можно я последнее по целевой группе скажу? Вообще в идеале целевую группу обозначается привязка к проблематике. Допустим, у вас проект для жителей, ну, Тайвань, у нас есть район Тайвань, вы же не обхватите всех жителей, у нас был проект «Настольный теннис во дворе». Вот конкретно, жители микрорайона Тайвань, которые не умеют играть в настольный теннис. Все, у вас четко обозначена целевая группа, указана проблематика, то есть и в рамках данной целевой группы вы дальше действуете. То есть вот те группы, которые вы предлагаете, можно не писать, а написать в руках? Коллеги, давно же, всегда мы говорим о том, что не надо ориентироваться на вот этом выпадающий список. Это пример, вы вообще даже не сходите туда, вы пишите свою конкретную целевую группу, и если в этом списке ее нет, и бог с ним, и пусть не будет, это абсолютно неважно, вам не надо выбирать. Вот, пожалуйста, дети в трудной. А, тут уже ничего не выпадает, да? Здесь, да, здесь уже ничего даже не выпадает нам, чтобы вас... Добавить целевую группу, вот, пожалуйста, но... Да, даже здесь у вас ничем не смущает даже форма. То есть конкретно ваша максимально детализированная... Центр поддержки, что нам рекомендуют? Кстати, да, очень хорошая подсказка, Центр поддержки, здесь очень подробно... Все учитается... Целевые группы... Люди, на которые направлены... Ну... Конкретно, Максим, не все пенсионеры у вас... Да, максимально конкретно, да. Пенсионеры, например, которые... Ну, конечно, у вас областная организация. Вот все до единого, сколько у нас пенсионеров там? 750 тысяч человек. Но это не все, коллеги, нет, давайте мы сейчас не будем, ну, вот, переходить все-таки на уровень конкретной заявки, да, иначе мы с вами очень много времени здесь проведем. Вот, мы сейчас говорим про общие, да, про базовую тенденцию. Конкретно будет чуть позже. Так, коллеги, смотрите, мы сейчас переходим с вами к тоже очень важному основополагающему разделу заявки, который в существенной мере влияет на оценку вашей заявки экспертами. Это описание проблемы целевой группы. Обращаю ваше внимание. Ни всего общества, ни Российской Федерации, ни Амурской области, ни вашу личную проблему. Описание проблемы целевой группы. Обоснование социальной значимости этой проблемы. В самом названии раздела заложены ключевые смыслы и вопросы, на которые вы эксперты должны ответить через информацию в этом разделе. Что здесь важно? Первое – это конкретика. Никаких цитат, высказываний, мыслителей, политических деятелей. Конкретная информация. Второе – это данные, подтвержденные статистическими какими-то исследованиями, вашими личными исследованиями, анализами целевой аудитории, с которой вы собираетесь работать, еще каким-то фактическим материалом. То есть вы должны подтвердить свои данные. Это очень важно. Далее, если вы в географии проекта выбрали несколько территорий, где вы работаете, вы должны обосновать в проблеме, в этом разделе, проблему для каждой выбранной территории. Это тоже очень важный момент. Потому что у нас очень часто тоже в географии пишут, ну, допустим, пять каких-то населенных пунктов Амурской области, да, а в проблеме говорят вообще в целом про Амурскую область, или в проблеме говорят только про город Благовещенск, и непонятно, какое отношение эта проблема имеет к другим четырем городам, которые указаны в географии и так далее. То есть у вас все разделы заявки, они идут в тесной связке друг с другом. И вот здесь в описании проблемы обращайте, пожалуйста, внимание тоже, чтобы у вас ничего не потерялось и не выпало вот в общем как бы смысловом поле вашей заявки. Что еще важно про проблему? Проблема должна быть реально решаемой. Коллеги, ваш проект, опять-таки возвращаясь к сказанному, да, ограничен в первую очередь времени. Вы будете реализовывать его шесть с половиной месяцев, если возьмете вот этот максимально допустимый период работы. И за шесть с половиной месяцев вы должны показать экспертам, что да, вот эта проблема, вот мы вот так вот с ней будем работать, и вот мы к такому результату придем. Действительно, что этого результата можно достичь. Поэтому если вы будете брать очень глобальные какие-то проблемы, то вы никогда не докажете эксперту, что за шесть с половиной месяцев с бюджетом 500 тысяч рублей вы сможете остановить отток населения с Дальнего Востока или уменьшить смертность и повысить продолжительность жизни граждан, да, и так далее, и так далее. То есть вы свою проблему должны максимально конкретизировать, как это сделать. Вот у меня для вас есть такая пошаговая инструкция. Значит, самое первое, что вы делаете, да, вы определяете конкретную проблему социально актуально, да, для конкретной группы граждан. Вот вы определили, кто ваша целевая аудитория, вы сформулировали, вы поняли их запрос, потребность, да, их социальный дискомфорт, вы поняли, да, а не ген. Формулируете проблему, на решение которой направлен ваш проект и отвечаете эксперту на вопрос, почему именно эту проблему надо решать именно сейчас. Сформулировали эти мысли, переходите к следующему, вы сделаете. Вы выделяете часть проблемы из большой вашей, да, которую можно решить сейчас и объясняете эксперту, почему именно эту часть проблемы масштабную, да, вы выбрали и будете решать сейчас. Потом вы выделяете часть части проблемы, которую можете решить именно вы, а не кто-то другой. И объясняете эксперту, почему именно вы способны это сделать. Потому что у вас есть какие-то ресурсы, есть компетенции, есть уникальные люди, есть какой-то опыт, есть что-то еще, да, чтобы эксперты, вы ему доказали, что вы способны с этой частью проблемы справиться. И часть проблемы, которую мы можем сейчас решить мы, это цель вашего проекта. Вот когда вы вот так вот логично, да, конструктивно проработаете над содержанием вашей проблемы, вы очень плавно придете к пониманию ключевому, зачем вы делаете ваш проект, что является целью вашего проекта. А цель вашего проекта, да, у чего есть смысл цели? Это тот желающий результат, который вы хотите достигнуть. Это то прекрасное светлое будущее, которому стремитесь вы для вашей целевой аудитории. Не для себя, не для государства, не для общества, а для конкретной целевой аудитории, с которой вы работаете. Коллеги, в вашем проекте цель будет одна единственная. Даже не пытайтесь сформулировать две, уж не дай бог три или еще больше. Цель одна. Это общая рекомендация всех кратовых операторов, с которыми мы работали, чьи документы мы изучали, для краткосрочных проектов, которые реализуются до полутора лет, в проекте одна единственная цель. Формулировка цели должна быть увязана с выявленной проблемой и по возможности решать ее, указывая путь от реального состояния дел до идеального или предполагаемого после реализации проекта. Здесь важно понимать, что проблема должна быть реально проблемой целевой аудитории. Может быть, в вашей голове это проблема, а может быть, для целевой аудитории это не проблема. Поэтому необходимо, желательно, подтвердить наличие данной проблемы. Ну, вот когда, да, вы будете говорить в предыдущем разделе, да, о социальной проблеме, об ее обосновании, там есть отдельный пункт заявки, это подтверждение, да, куда вы должны прикрепить какие-то документы, которые, на ваш взгляд, подтверждают наличие этой проблемы у этой целевой группы в географическом масштабе вашего проекта, то есть для тех территорий, где вы будете работать. Тоже очень частая распространенная ошибка, когда авторы проектов берут проблему всероссийского уровня или областного уровня, статистику приводят, да, всероссийскую или областную, а проект реализовывается в конкретном населенном пункте. И дальше эксперты не понимают, как проблему, там, наркомании, у, там, ну, условно говоря, 5% жителей Амурской области, да, какое отношение эти цифры имеют к конкретному населенному пункту село Паярково, где будет реализовываться проект. Как эксперту это соотнести? Он никак не может это соотнести. Он говорит, что проблема не обоснована для данной, да, для данной территории, где будет реализовываться проект. Поэтому, пожалуйста, вы таких ошибок не допускайте. Идем дальше. Ну, тогда да. Тогда да. Ну, вообще, коллеги, тоже есть такие рекомендации, да, что в географии проекта вы ставите те населенные пункты, где будут проходить основные мероприятия вашего проекта. Если все-таки большинство мероприятий, ну, вот, условно, у вас проходит в Благовещенске, да, но у вас есть там какая-то горячая линия, сайт или что-то, да, и доступ к нему вот хоть всей России, да, но все-таки ключевые мероприятия в Благовещенске, то все-таки пишите в географии Благовещенске. Но вы, допустим, в календарном плане, либо в качественных результатах, либо там, где у вас будет презентация вашего проекта, можно отдельными пунктами по проекту точечно раскрыть, да, что вот эта часть нашего проекта работает для жителей всего региона. И показать, да, это экспертам. Но все-таки не путайте, да, если 70%, там, я не знаю, половина даже мероприятий проекта проходит в одном населенном пункте, а другие как-то там косвенно затрагиваются, да, все-таки в географии делайте вот, ну, непосредственно акцент на этот населенный пункт, вам и проблемы будет проще обосновать, да. И целевую аудиторию, масштаб тоже. Если вы в проекте напишите, что у вас целевая аудитория жителей Амурской области, ну, опять-таки, да, уже начинается придем 10, потому что это очень широкая целевая аудитория жителей Амурской области, да. Живающие получить какую-то информацию, да. Да, поэтому здесь вот надо... А еще про географию, то, что вы ставите за что-то. Ну, соотношение, да, коллеги тоже обращайте на это внимание. Если вы организация, ну, местная, да, городская, муниципальная, то, соответственно, если вы реализуете проект масштабный, областной, у вас на это есть силы, желания, ресурсы, то вы должны доказать экспертам, что вы действительно можете это сделать, что у вас есть партнеры в тех других городах, населенных пунктах, где будут находить мероприятия вашего проекта. Вот. Соответственно, если вы экспертом это не докажете, то серьезно ваша заявка при оценке пострадает, потому что, ну, эксперты сочтут недостаточным, да, ваши личные ресурсы, как местной какой-то организации для реализации областного проекта. Ну, я думаю, что у нас, в принципе, такие ситуации не очень часто бывают. Уже не проходит, да, даже на это. То есть они даже до экспертов такие заявки не доходят. Поэтому, соответственно, если вы областная организация, и вы в рамках данного проекта хотите привлечь другие регионы к нам сюда, да, на свои какие-то мероприятия, то тоже вам нужно письмовой поддержки показать, что в других регионах у вас есть партнеры, которые поддержат вас и скажут какое-то взаимодействие, там, направят своих членов или кого-то еще, да, сюда, в Амурскую область в рамках вашего проекта. Вот. Это важный такой момент. Ну, либо не указывать, как бы немножко схитрить, скажем так, не указывать, но потом в отчетности в случае победы указать, что вы вот в рамках реализации привлекли. Еще и тех, и тех. Да, это будет вашим дополнительным плюсом. Особенно это когда соревнования разные, вот, когда привлекают партнеры, действительно, поддержат, что это. Вот опять вопрос о том, что нам лучше меньше указать, а потом больше сделать. Я не понимаю про что, про что у вас проекта. Если у вас есть письма поддержки, если у вас есть договоренности уже на стадии написания проекта, которые вы можете подтвердить, пожалуйста, указывайте без проблем. Если вы указываете, но у вас нет этому подтверждения, то здесь большой вопрос возникает у эксперта. А действительно ли, допустим, наш ЦДТ даст вам помещение для проведения мероприятий? Итак, коллеги, следующий этап вашей работы на регуляции, да, это вы должны показать задачи вашего проекта. Смотрите, коллеги, обращаю ваше внимание, что задачей, да, определяется и называется комплекс действий и мероприятий для достижения ключевой вашей цели. Коллеги, комплекс действий. Проведение концерта, проведение семинара – это не комплекс действий, и это не задача, да. Задача обобщает вашу работу на каком-то этапе, да, по достижению ключевой цели. И вот все, что вы можете обобщить в определенном сегменте, да, вот это будет одной из ваших задач. Задачи частично решают проблемы вашей целевой группы. Одной цели всегда соответствует несколько задач. Ну, тоже, коллеги, здесь не работает правило, чем больше, с чем, тем лучше. Задача должна быть столько, сколько объективно вам нужно для реализации вашего проекта. Минимум – это три задачи. Максимум – 15, да? Да, ну. Нет? Нет уже? 5, 6, 6. Ой, это я про партнеров. 5, 6, 5, 6, но, коллеги, тоже здесь не надо вот этот, там, чем больше, да, тем лучше. Вот столько, сколько надо вам. Почему? Потому что вы должны помнить, что, когда мы перейдем к вашему календарному плану, на каждую задачу у вас должно быть минимум два мероприятия, чтобы показать экспертам, что вы эту задачу отработали и достигли нужного результата. Поэтому, если вы напишите себе 6 красивых задач, а мероприятий у вас будет 4, ну, и больше вам объективно не нужно, да, то, ну, как бы, конечно же, у экспертов будут большие вопросы к вам. Что еще важно? Ну, вот про мероприятие вам бы сказала, ну, не менее трех, да, это вот однозначно, даже если у вас не очень длительный по времени реализации проекта, да, все равно три задачи вычинить вам надо, с которыми вы будете работать. Такая вам небольшая вспоминка, да, что есть у нас проблема, есть наша цель, это тот ключевой результат, к которому мы движемся, да, есть какие-то задачи, препятствия, да, на пути, которые преодолевая, решая, мы достигаем определенного промежуточного результата, и этот результат складывается в итоге, да, ключевой результат вашего проекта, ключевое благо для вашей целевой аудитории решение проблемы, с которой вы работаете. Ну, и то есть все то, чем вы ограничены, да, это ваши возможности, ресурсы, да, это не просто ваши инструменты, но и ваши ограничения, да, и эксперты, оценивая ваш проект, они всегда смотрят, насколько вы обосновали, да, ваши задачи, мероприятия, да, насколько вы действительно подкрепили ресурсами, это и человеческие ресурсы команды вашего проекта, это ваши партнеры, да, привлеченные средства, ну, и, конечно, это те средства гранта, которые вы запрашиваете, да, действительно ли вам будет этого всего достаточно, чтобы решить ту проблему, о которой вы должны прийти к вашей цели, к достижению вашей цели. Вопросы есть по предыдущим блокам? Коллеги, вот следующий раздел, да, это ваши результаты, которые вы делите на количественные и качественные. Ключевой количественный результат, который вы должны показать экспертам, это охват вашей целевой группы. Сколько человек у вас приняло участие в вашем проекте, да, для скольких людей, для какого количества людей вы поработали, это будет ваш ключевой результат. Если у вас в мероприятиях, 10, условно говоря, у вас в мероприятии, там встречаются во всех этих 10 мероприятиях одни и те же 30 человек, да, то ваш количественный результат сколько будет? 30. 30. 30, да. Ваши. Предлагаю сразу показать вам это. Да, ваш количественный результат будет 30 участников вашего проекта, да. Если у вас в 10 мероприятиях приняли в каждом мероприятии по 30 человек, а это везде разные люди, да, и вы честно сможете это доказать в случае победы, отчитаться, то тогда ваш результат будет 300 человек, да. Но как бы тоже. Сейчас целевую группу добавим. Сразу вам надо. Вот смотрите, заполняем раздел целевую группу. Ваша целевая группа отображается сразу здесь. Вам заполнять не надо. Вот так выглядят количественные результаты, вот так качественные результаты вы заполняете. Здесь одно единственное поле, а здесь можно добавлять количественные результаты. У нас научились. Значение 150. Я уже не буду писать полностью что-то, показать. что-то изменилось, что-то изменилось. Что-то изменилось, что-то и обремени. И опять добавим. Да, но потом мы еще сделаем, у нас будет запись, мы ее разместим, и когда мы будем готовить, ну, если бы мы готовили отчет, да, мы посмотрим еще, сколько человек у нас, например, посмотрело в записи этот семинар. Мы еще скажем, сколько у нас участия, какой он вай. Да, это в наших планах. То есть не пинишных участий, а пинишных участий – это вы, кто организовал, или вы? Нет. Нас вообще считаете, мы организаторы. Да, вы себя не считаете. Вы считаете только… Да, вы участники. Вот, допустим, проходит там на сцене что-то, да, участников 10 человек поют. Нет, коллеги, смотрите. Смотрите, у вас целевая группа – это те люди, на кого постоянно в течение проекта вы оказываете какое-то влияние, вы с ними постоянно взаимодействуете, да. У вас может быть еще такой показатель, как информационный охват. Например, вот у вас есть концерт, вы с своими бабушками полгода работали, значит, социализировали, их учили пить, танцевать, кружки им там проводили, вот это ваша основная целевая группа. Понятно, на концерт, кроме ваших бабушек и коллектива, который вы создали и обучили за полгода, у вас пришли зрители, 900 человек, но зрители – это не ваша целевая группа, потому что вы с ними полгода ничего не делали, вот. Это ваш, ну, информационный охват вашего проекта, их можно показать вот именно… Да, как информационный. Да, как информационный. У нас бабушек 4 тысячи, вот они не шли, а их выступает 10, которые вы работаете. Вот вы работали с 10, вы указываете, но это другая категория. Я понимаю, ты не делаешь. Да, вы указываете, но это другая категория, тоже не путайте. Потому что у нас очень… ну, не прямо сейчас так часто, но бывает такое, когда действительно есть какие-то мероприятия массовые, да, и на них приходят люди. Или когда мы даем… про нас много пишут в СМИ, и у нас там есть охват через СМИ, да, там 10 тысяч человек. И пишут, участники проекта – 10 тысяч человек. Вот эксперт задает вопрос, что вы с этими 10 тысячами человек полгода на 300 тысяч рублей по вашему гранту делали? Как у этих 10 тысяч человек жизнь так лучшему изменится? Это вопрос эксперта. Это вопрос эксперта. Питёт и пахнет, да, и все их проблемы решаются. Поэтому, коллеги, не путайте. И вот будьте честными, то, в чём я вначале говорила, да, я не раз говорю, будьте честными в первую очередь самим собой. Здесь нет такого правила, чем больше, чем лучше. Поэтому, если вы по факту в проекте работаете с 50 людьми, да, или с 30 людьми, и вы честно с ними полгода отрабатываете, и вот с точки А они приходят в точку Б, и всё у них там прекрасно, замечательная проблема решена, вы говорите про это. И эксперт вам будет верить, вы это докажете, и вы получите высокий балл. А если вы захотите, вам покажется, что это мало, и вы из 50 вашу целевую аудиторию превратите в 500, и всё вот это у вас внутреннее содержание поплывёт, и эксперт вам не поверит, или слава поверит. Вы просто потеряете свои баллы, и вы не пройдёте дальше, вы не станете победителем конкурса. Поэтому будьте честными в первую очередь по отношению к самим себе. Я здесь немножко добавлю. Вот смотрите, скидевая группа «Дети в трудножизненных ситуациях» в базовом пенсионерах. Номинальные показатели мы пишем здесь. Не просто, что они научились, но учащики семинаров там по повышению самооценки, 150 человек. А в качестве пишут, ребята там повысили самооценку, научились там, развили лишние качества, что-то там учусь. В вашем случае пей и танцевать. Вы пишите количество участников танцевального кружка, 20 человек, количество пенсионеров, количество участников хорового тренинга, столько-то человек. А в качестве всё столько, чему они научились. Изменения. То есть они не умели, научились, не знали, узнали. Дома сидели, никуда не ходили, а теперь у них крупное общение такое, туда-то ходят. Но опять же не забываем, что если они там учатся у вас петь, да, это полгода, и потом в результате будет концерт, сколько репетиционных точек будет, сколько уроков было проведено, кто их провалил и так далее. За это всё равно придёт. Когда 10 бабушек на сцене, а 50 бабушек в зале, тоже с этого же коллектива, вот этих людей подождите. Коллеги, давайте, коллеги, давайте ещё раз, что значит 50 в зале из этого же коллектива? Вы с ними полгода, с этими 50 работали? Ну, как вы с ними работали, если у вас проект только про ваш творческий коллектив? Ну, они же посетили наш коллектив. Это другой показатель, коллеги, это другой отталкиватель. От целей и задач своих отталкиватель. Вы показали, что петь они показали, а вот заряд будет. А качественные показатели этого учились петь? Это цель, это ваша цель. Ну, смотря на что у вас ваш проект, коллеги, смотрите, ну вот мы опять с вами приходим в нюансы, понимаешь, что это очень большой запрос, поэтому у нас будет практически семинар 10-го числа, да, поэтому это, понимаете, очень сложно говорить абстрактно, да, нужно говорить в комплексе, да, применительно к вашему содержанию, к вашей проблеме целевой группы. Но еще раз хочу обратить ваше внимание, что все ваши зрители, чего бы то ни было, любых ваших мероприятий, да, это отдельный показатель в количественных результатах, который называется информационный охват аудитории. Ну, условно, да, может быть, у вас чуть-чуть иначе это может называться, но в любом случае эти люди не участвовали в вашем проекте напрямую, там, полгода, да, они пришли разово на какое-то мероприятие. Сказать, что какие-то глобальные изменения с ними произойдут от разового посещения? Нельзя, вы, ну, не докажете это эксперта, но вы можете их учитывать, да, в количественных результатах, но это однозначно не часть вашей основной целевой аудитории. Ну, вот смотрите, есть проект ресурсного центра по обучению НКО написанию грантовой заявки. Вот сейчас в зале 17 человек плюс 6-5 у нас онлайн. Казалось бы, на проекте 22 человека, но, по сути, вы, получается, 22 минус 4, 27, вы 21 человек, это та целевая аудитория, а мы здесь вот, Ирина Геннадьевна, я, Юлия Николаевна, это уже инструменты. Мы не относимся к целевой аудитории, хотя мы тоже присутствуем на данном мероприятии. Мы инструменты реализации данного проекта. Такой комитет, вот вы сейчас на сцене, а мы здесь, вы же нас пишите, что вы улучшили наши знания. Коллеги, если бы у нас с вами сегодня был открытый урок, и мы бы учили там, я не знаю, там, коллег из других регионов, допустим, да, как нужно вести такой семинар, у нас бы сегодня был что-то формат открытого урока, да, и мы бы, да, вас обучали бы, но это была бы такая вот презентация, да, то те, ну, мы работаем как бы на вас, наша самая главная задача вас научить социальному проектированию, да, но мы сделали, вот, коллеги нас попросили, покажите, как вы это делаете, да, и те коллеги, допустим, из других регионов, которые бы здесь присутствовали онлайн или очно, они бы не были частью нашей целевой аудитории, они были бы тем информационным охватом, да, на который мы тоже косвенно, попутно сработали, потому что наша целевая аудитория, мы ради вас семинар проводим, мы вас хотим бы научить в первую очередь, вот, а, ну, а они как бы так... Ну, так и вы для этих наркоманов, и для кого-то что-то показываете. Коллеги, давайте двигаться дальше, потом конкретно... Да, потом конкретно по каждой заявке мы будем разбирать с вами конкретно. Ну, и что касается качественных результатов, то, о чем уже говорила Лариса Валерьевна, да, вы должны понимать, что любые мероприятия вы проводите не ради мероприятий, не ради того, чтобы туда пришло 150 человек, не ради того, чтобы пришли эксперты, не ради того, чтобы вы что-то там обсудили, показали, стыли, станцевали. Качественный ваш результат — это более глубокие значения и смыслы, да. Вот проводите вы, например, в какой-то круглый стол, вот там выступили, да, вот столько-то человек, столько-то экспертов, столько-то докладов, да, это тоже результат. Но качество в чем? Вы для чего это все сделали? Чтобы какую-то проблему поднять, чтобы найти решение, чтобы разработать какую-то резолюцию, да, чтобы обсудить, может быть, какую-то проблему, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме. Вот это будет ваш ключевой качественный результат, для чего вы провели этот круглый стол, да, не для того, чтобы туда пришли 30 участников, 2 эксперта и 15 докладов вы заслужили. И вы должны это очень понимать, потому что очень часто в качественных результатах идет подмена понятия. И то, что вы написали в количественных, вы потом там дублируете то же самое, только немножко другими словами. Поэтому вы должны понимать, да, качество, принципиальное качество изменений, то есть как решится проблема для той целевой аудитории, с которой вы работаете. И это вы отражаете в качественных результатах. Утрировано, да. Главный результат проекта было, стало, да, изменение состояния сферы реализации проекта, да. Что у нас было? Какое-то непонятное помещение, непонятно для чего приспособленное, что с ним можно делать, что можно там проводить в этом помещении. Есть определенная проблема, да, есть определенное состояние этого помещения. Мы это видим. Что стало, да? Функциональное пространство, приспособленное для конкретных, вполне определенных явных целей, да. Оборудованное, благоустроенное, приятное, комфортное для посещения. То есть это очень утрировано, но наглядно, чтобы немножко вы понимали разницу, да, и глубину именно качественных изменений, которые вы должны показать в рамках конкретного вашего проекта. Коллеги, следующий раздел – это партнеры проекта. Здесь что важно? Ну, во-первых, партнеры должны быть обязательно, да. Проекты, если вдруг вы себе не нашли партнеров, не взяли писем поддержки, ну, вы можете, конечно, такой проект подать на конкурс, но особого смысла ваших трудозатрат не будет от этого. Партнеры проекта – это те организации, которые без возмездно, то есть даром, либо с очень значительной скидкой на свои услуги, предоставляют вам какую-то помощь в рамках реализации конкретного проекта. Не в целом деятельности вашей организации, не в принципе по жизни вам лично, а в рамках конкретного проекта. Письма поддержки должны содержать в себе в обязательном порядке представление той помощи, которую вам организация предоставляет в рамках проекта. Партнерами могут быть как коммерческие структуры, так как бюджетное учреждение, органы власти, индивидуальные предприниматели, крупный, малый, средний бизнес, в общем, все, кто угодно, да. Но тоже нам частенько задают такой вопрос, вот мы у них печатаем баннеры много лет, они нам делают качество, они будут нашими партнерами. Если они вам эти баннеры печатают со значительной скидкой, ну да, допустим, они могут быть вашими партнерами, они в письме поддержки могут написать размер этой скидки, вы это обчитаете в рублях, поставите себе все финансирование, да. Но если они вам даже очень качественно делают эти баннеры, но по полной стоимости своего прайса, да, пресс-куранта, то однозначно это не социальные партнеры, да. Исполнители. Да, это исполнители услуг, это то, что может стоять в вашем бюджете, как запрашиваемое софинансирование, да, если это обосновано содержание вашего проекта, но это не партнеры. Что здесь важно? Письма абстрактные от партнеров, типа вы молодцы, хорошо работаете, все у вас точно получится. Такие письма просить и готовить от партнеров смысла нет никакого. Они никак не повлияют на оценку вашего проекта. Ну, то есть в том смысле, что вам, ну, просто могут вообще по этому критерию, да, поставить ноль баллов, если у вас будут все письма такие. То есть письмо должно от конкретного партнера отражать конкретный вид помощи и поддержки, который он вам оказывает для реализации мероприятий проекта. Ну, примерные, скажем так, разделы, да, содержания, что можно указывать в письмах поддержки, чтобы это было не три строчки, а как-то более красивше выглядело, что ли, да. Ну, самое главное, ключевое, это партнер говорит о том, чем он вам в проекте помогает. Можно прикрепить до пяти документов. И тоже, смотрите, коллеги, если у вас много писем, да, поддержат, группируйте их, ну, по каким-то смысловым качеством, например, вот у вас есть письма на информационную. Если, например, у вас несколько писем на информационную поддержку, там, органы власти, мы, например, вам дали письмо поддержки, направленное на информационное сопровождение вашей деятельности, да, там, еще у кого-то, вот у вас три письма, как бы про одно, да, вы их можете отсканировать одним документом и прикрепить сюда, да, это будет считаться как один документ, подпишите, там информационная поддержка проекта, да, и вот там будет у вас внутри несколько писем про одно. Если у вас там несколько писем, например, которые партнеры вам дают какую-то помощь в рамках каких-то мероприятий, да, тоже, если их много, объедините в один документ, и вы как бы сэкономите себе место, да, но это в том случае, если у вас прямо очень много писем. Если у вас писем не так много, и вот в эти 10 файлов вы умещаетесь, то тогда каждое письмо сканируйте отдельно и отдельно, спокойно прикрепляйте. Здесь есть раздел направление, да, там, вид поддержки. Вы здесь выбираете, самостоятельно заполнять не надо, можно добавить сколько угодно. То есть если они вам оказывают и материальную, можно указать только одну. Тоже, коллеги, обращаю ваше внимание, что в бюджете есть такой раздел, который называется софинансирование. Софинансирование в проекте должно быть обязательно. И как вы его доказываете, да, вы доказываете его через письма поддержки, обоснованность своего софинансирования. Когда вы будете отчитываться в случае победы, вы за софинансирование не отчитываетесь никак. Пока. Пока. Ну, то есть вам не нужно будет доказывать, да, что эти 300 тысяч, условно говоря, у вас было в софинансировании. Но на этапе подготовки проекта эксперт видит, что у вас есть софинансирование через письма поддержки. Ну, понятно, допустим, если вот мы тоже рекомендуем считать, кто для реализации проектов привлекает волонтеров, да, мы говорим, обсчитывайте труд, ну, потому что это труд людей, да, вы волонтерам не платите, но софинансирование вы поставить это можете. Здесь, конечно, от каждого волонтера письмо поддержки брать не надо. Если вы работаете с какой-то организацией, там, некоммерческой, которая вам даст этот волонтерский отряд, да, можно от них взять письмо поддержки. Если это просто, ну, вот, какие-то люди, даже члены вашей организацией, которые вот в каких-то мероприятиях будут волонтерами, да, не надо от каждого брать письмо поддержки и там заверение, что он обязуется, да, нет. Ну, как бы, такие вещи уже эксперт оценивает из общего содержания заявки и понимания, где действительно и в каком объеме вам этот труд волонтеров нужен будет, да, не завысили ли вы эти показатели в бюджете, в софинансировании, да, вот, ну, а так большинство статей софинансирования, конечно, должны быть у вас подключены письмами поддержки. Волонтеров есть. Смотрим, что он делает. Ну, в среднем принято считать один доллар в час. Ну, это простые волонтеры, не культируемые. Да, ну, если просто стоят где-то сплавить. Ну, да, то есть узкий специалист. Опять же, доллар, да, по сегодняшнему куму считается от 18 февраля. Да, от 18 февраля, да, указано. Да, у нас курс считается от 18 февраля. То есть какой-то... Вы посмотрите, да, по состоянию на 18 февраля. Это все в интернете. Это все можно найти в интернете. Вся информация есть. То есть, да, коллеги тоже смотрите, если вот у вас специалист какой-то узкий, да, высокограмотный, квалифицированный специалист проводит консультации, и то, конечно, вы не можете считать стоимость его работы, исходя там один доллар в час. Вы уже берете стоимость среднюю в регионе, стоимость этих услуг, да, которые оказывает вам этот специалист. И вы обосновании, в комментариях по этой статье бюджета, вы уже пишете, да, что средняя цена такая-то. Вот мы так посчитали, у вас столько-то часов вам будет бесплатно вести такие-то, такие-то консультации, и вот сложится ваша цена за эту работу. К разговору о волонтерах хотелось бы добавить большую ложечку, капельку дегтя. У нас есть такая организация, это ресурсный центр развития добровольчества, где, в принципе, у нас базируются все волонтеры, думаю, все прекрасно с нами знакомы. Вынуждены огорчить у этой организации, не просите письма поддержки, потому что это организация, которая входит в состав грант-оператора. К сожалению, они вам письмо поддержки не могут дать. Конкретно на этот грантовый конкурс? Конкретно на этот грантовый конкурс, конкретно на этой организации. У нас есть, пожалуйста, волонтеры-медики, у нас кто угодно. Ну, у нас много, в общем-то, общественных организаций. Центр выбора есть, то есть точный волонтерский, а ресурсный центр, к сожалению, вам не сможет дать письмо поддержки, потому что это также наша структура. Одно юрлицо, да, вместе с грантовым оператором, но это конкретно в контексте данного конкурса. А все по партнерам? Вопросы есть? Давайте дальше. Коллеги, тоже отдельные статьи, отдельный раздел заявки, это дальнейшее развитие проекта, источники ресурсного обеспечения. В принципе, они не сложные в своем заполнении, но обязательные. И что здесь важно? Каждому грантовому оператору хочется, что после того, как вы потратили последний рубль, выданный вам для реализации проекта, ваш проект имел бы какое-то продолжение. Отчитываться за это тоже. Вы нигде никак не будете, никто с вас, в общем-то, не спросит, но особенно важно качественно продумать и заполнить эти разделы в том случае, если вы приобретаете какое-то оборудование, ремонтируете помещение, просите деньги, да, на этого грантового оператора. То есть, если у вас есть такие очень фундаментальные какие-то вложения, да, в рамках реализации проекта, то, конечно, оператору важно понимать, что дальше будет с этим оборудованием через полгода, когда вы сдадите отчет, и оно у вас его принято, да, как оно будет использоваться, как оно будет дальше работать на благо вашей целевой аудитории, где она будет продолжать находиться, да. Если вы отремонтировали помещение, что будет дальше происходить в этом помещении? Есть ли вам смысл давать деньги на ремонт, если вы не знаете, что через полгода будете вы находиться в этом помещении или нет? Опять-таки, если вы работаете с какими-то помещениями, обязательно в письмах поддержки у вас должно быть письмо от той организации, которая предоставляет вам это помещение, где должно быть написано, да, на какой период вам его дают, на каких условиях, то есть вы должны показать эксперту, что у ваших идей, да, есть продолжение, есть какое-то задел на будущее, и что те деньги, которые вам сейчас выделят, да, они через полгода, эти ресурсы вложены, да, ваш, ваш проект, они и дальше будут работать, это очень важно, вот, потому что если вы этого всего не подтвердите, не покажете в своем проекте, то, естественно, у экспертов будут вопросы, да, непонимания, а как дальше, все это будет служить или не будет служить, а будет где-то в вашем шкафчике заперто, да, все это оборудование, и неизвестно, когда вы еще будете и как с ним работать. В самой заявке это выглядит вот так, здесь 2500 символов, в принципе, достаточно с тобой описать. Описаем, дальнейшее развитие проекта. Ну, источники ресурсного обеспечения, в общем-то, они как бы такие стандартные, да, это участие в грантовых конкурсах, это поддержка партнеров, спонсоров, это собственные средства, вот, ну, не знаю, что-то еще себе сюда придумаете. Можно добавить, мы тоже сталкиваемся, я просто сразу на примерах, с которыми мы сталкиваемся. Сталкиваемся с тем, что, к примеру, организация работает уже не первый год. Организация, наверное, не первый год, не первый год получает проекты в рамках работы в Амурской области, в основном, в большинстве случаев знают, какие проекты реализуются, какие были приобретения с учетом средствами грантов. К сожалению, в данном разделе материал техническую базу не показывают, что было ранее, но в этом проекте просят деньги на то же самое. Сейчас у нас есть в этой зарядке сложок, который там еще, куда мы можем просматривать? А, здесь нет, это личный кабинет, да. Здесь мы не можем вам показать. Это личный кабинет пользователя. Ага, вот есть по каждому проекту, по каждой организации, есть личный кабинет, он уже состоит из организаций, гостя, а здесь есть для нас, с ими, и, конечно, у нас, и у нас, у регионного оборота, будет ему доступ. То есть, мы будем видеть все проекты, которые реализовываются организацией, что вам нужно в области, что очень есть фонд, и, соответственно, мы будем видеть все те покупки, которые мы делали. То есть, так же, как фонд будет видеть, что приобретение Да, коллеги, а вот еще самое абсурдное, наверное, когда можно открыть раздел «Организация заявителей», вот там есть некоторые пункты, в которых вы указываете, что имеется у вас на балансе организации, да, ну, реализованные проекты – это ладно, вот ваши там материально-технические ценности. Вот, коллеги, это, вот поверьте мне, эксперт, к каждому эксперту предъявляются очень высокие требования. И эксперт, выставляя вам баллы по каждому критерию, он обосновывает свою позицию, ну, он не может просто так поставить балл, ничего не прокомментировать, да, будь то низкий, высокий, средний, хоть какой балл, он должен ставить в свой комментарий, почему он принял решение поставить вам такой балл по конкретному критерию. И поэтому эксперт очень детально изучает ваши заявки, все разделы, и если вы думаете, что этот раздел, ну, какой-то такой статистический, особо там туда никто не смотрит, вы очень сильно ошибаетесь. И вот мы, когда хотим вам помочь, вы обращаетесь к нам за помощью, да, если вы приносите уже полностью заполненную заявку, да, мы точно так же скрупулезно изучаем все разделы, чтобы вот максимально качественно помочь вам в подготовке ваших проектов. И вот самые абсурдные ситуации бывают, когда вот здесь вот пишут, что у нас есть три компьютера, пять фотоаппаратов, там 123 стула, вот у нас это все есть, мы показали, что у нас есть все эти ресурсы. А потом, когда мы открываем бюджет, а мы там видим, что деньги просят еще на три компьютера, еще на два фотоаппарата и еще на 12 стульев. Да, в этом проекте работают два человека. Нет, ну может быть там даже какое-то обоснование, да, а мы видим, что есть организации, мы задаемся вопрос, ну вам в принципе для проекта хватит того, что есть, у вас уже 124 стул, зачем вам еще 12, если у вас в проекте там 50 участников, зачем? Вот это вот такие ситуации, и бывает еще ситуация наоборот, когда в софинансирование ставят свой вклад в виде трех компьютеров, 10 фотоаппаратов из 24 стульев, пишут там, допустим, в комментариях, что это ресурсы организации, да, а вот в этом разделе, да, не написано ничего про ваши три компьютера и 124 стула, и эксперт тогда задается вопросом, а где эти ресурсы организации, если вы их нигде не показали, вот понимаете? И потом организации очень сильно, ну как бы ругаются, и к нам приходят ругаться и говорят, почему вы нам помогали, мы писали, у нас такая идея, такой проект, а вот мы не получили, а потому что эксперт в комплексе оценивает заявку, он видит все эти нестыковки, и он понимает, что если вы написали там 124 стула в бюджете в софинансировании, а вот в этом разделе заявки их не указали, где ваше софинансирование, как вы докажете, что у вас это есть? Раз, минус, а потом еще где-то минус, еще минус. А если еще эти стулья в проекте не задействованы вообще, ну, показывайте, как это финансирование, это большой вопрос. Если вам в принципе в проекте непонятно, зачем они нужны, это еще отдельный вопрос. Вот, поэтому, коллеги, пожалуйста, будьте внимательны, ну, и честными, да, как сказать. Ну, раз уже зашла речь о фонде президентских грантов, о том, что мы видим, да, у нас как у регионального оператора есть доступ, мы видим все ваши заявки, если ваша организация сейчас идет параллельно в фонде президентских грантов. Подали заявку в фонд президентских грантов. И точно такую же заявку вы планируете подать на… Очень хорошо подумайте, потому что в случае победы вы должны будете от какого-то одного гранта отказаться. Потому что у нас фонд президентских грантов, он идет как финансирование регионального контроля. Это даже касается, коллеги, не только фонда президентских грантов, то есть вы, в принципе, имеете право параллельно участвовать в нескольких конкурсах и, в принципе, с одним и тем же проектом вы можете это делать, да. Но если вы победите в одном и другом конкурсе, неважно, ФПГ это или какой-то любой другой грантовый оператор, в любом случае по закону, да, вы просто потом не сможете отчитаться, когда к вам придет проверка, да, и вы в один фонд, там, в одному грантовому оператору этими чеками отчитались, да, и другому тем же самым отчитались, да. Ну, это будет просто уголовная ответственность у вас, да. Вот, поэтому вы участвовать, вы можете сразу в нескольких конкурсах с одним и тем же проектом, но если вам так повезет, и вы тут и тут выиграли, то где-то вы должны будете отказаться, да, в одном месте, а в другом подписать договор и спокойно реализовывать свой проект. Если у вас разные проекты, не вопрос. Допускается совпадение не более чем на 50%. Да, не более чем на 50%. Можно? Так, коллеги, здесь я думаю, что все понятно, да. Следующий раздел нашей заявки – это календарный план. Юля, давайте сначала, может быть, сразу про организацию заявителя пробежимся. Подавайте. Потом, чтобы... Заполнили, когда раздел о проекте, переходите к разделу «Руководитель проекта». Обращаю ваше внимание на то, что... Господи, слово улетело. Руководитель проекта, да, должен быть зарегистрирован на Созидателя. У него должен быть создан там личный кабинет. Вот. А если нет, выручную лицо заполнили, да? А, принимайте, вижу. Вот. То есть обязательно должна быть регистрация на портале Созидателя. То есть если он уже есть, просто выйти здесь, допустим. Ну вот, находим. Сейчас я вам покажу, как это работает. Здесь такого нет. Ну вот, мы сейчас введем. Поищем. Вот. Находим. Отправляем пригласить. На электронную почту приходит приглашение. Руководитель проекта заходит на свою электронную почту, которая привязана к Созидателям. Подтверждает. И здесь эти поля заполняются автоматически. Вручную ввести вы не можете. То же самое команда проекта. Вся команда проекта у вас обязательно должна иметь подтвержденный статус на Созидателе. То есть также ищите, допустим, Ларису Валерьевну сейчас найдем. Вот, пожалуйста, Кокина Лариса Валерьевна. Приглашаем ее. Как только она подтвердит у себя приглашение, согласится принимать участие, все поля автоматически заполнятся. Также можно добавить нового члена команды. То есть здесь добавляйте, в принципе, не ограничено. Только добавляйте, пожалуйста, реальных членов команды, кто будет реально задействован у вас в проекте. Вы можете добавить, конечно, хоть и всю организацию, но потом большой вопрос возникнет. Опять же, при отчетности и у экспертов. Ну это вот вы отправляете. То же самое. В любом случае нужно будет человеку регистрироваться. Регистрация на Созидателях обязательно. Ну сами зарегистрируйте. Заведите почту. Ну конечно, заведите почту и все. Если она все равно согласилась у вас участвовать. Сделайте для нее аккаунт. Дальше переходим к организации заездителя. Здесь вам облегчили подачу заявки. Вам не нужно нести нам ни ОГРН, ни ННР, ни ЕГРУ. Ничего нам это не нужно. Вы просто здесь вводите номер. Как правило, достаточно ОГРН ввести. И сразу все вот эти поля заполняются автоматически. Единственное, по-моему, если мне память не изменяет, адрес вместо... Фактически адрес сами заполняете. Ну здесь все, в принципе, максимально просто. Адрес тоже программа дает из... Нет, она потом дает выбор. Когда начинает идти вводить адрес, допустим, улица Богдана Хмельницкого, там 20, он сразу начинает выдавать офис какой-то. Электронную почту обязательно обратите внимание, какую вы указываете. Та электронная почта, которая указывается в заявке, региональный оператор в дальнейшем работает только с этой электронной почтой. Да, ту почту, которую вы указываете, как... Я не вижу, что я очень плохо вижу. 16-е, наверное, да? Для внешних... Для направления организации юридически значимых сообщений. 16-е. Ту почту, что вы здесь указываете, с той почтой мы потом будем работать. Здесь есть адрес региональных почт для внешних коммуникаций. Допустим, вы указали здесь свой личный. Но это не возбраняется без проблем. И потом вы понимаете, что победили и получили грант. И вы понимаете, что в процессе работы вам-то удобнее с вашей личной почтой работать. Тогда вам придется нам писать обращения. Просим использовать для юридических значимых сообщений такую-то, такую-то почту. Поэтому здесь, пожалуйста, будьте внимательны. География организации. Ну, здесь понятно, есть подсказка. Следует указать территории, только на которых вы осуществляли свою деятельность. Если вы... У вас вроде по уставу Амурская область, но вы фактически деятельность осуществляли в Благовещенске, ну, наверное, не следует писать, что будет... Меню указываю, у нас все есть, я там описаю. Здесь целевые, если раздел целевые группы, опыт работы с которыми имеют организация, здесь вы указываете, тоже здесь контекстное меню, можете выбрать сколько угодно. Или свои, да, подъедет тоже. Если из этого меню вам ничего не подходит, да, можно свои. То пишите конкретно те целевые группы, с которыми вы по факту работаете как представитель своих организаций. Ну, видите, можно добавить сколько угодно. То есть выбираете, либо пишете свое. Дети. Он добавляет дети и подростки сам. А сами попробуйте, напишутся сами? Да, 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 я же только что попробовала. Пишутся, пишутся. Ну, вот, дети пишутся. Можете так оставить. Останется так. Можете выбрать, в общем, дети-сироты из готовых. Она не успечивает дети как-то там... Почему? Вот-вот. Но она все равно сохраняется. Но в любом случае... Есть опыт работы. Просто общая целевая группа. Не микрорайоны. Жить дети микрорайонов. Зачем? Целевая группа – это название целевой группы. Ну, пускай даже... Не в проекте, а вообще. Это вообще. С кем вы работали? С кем вы работали? С кем вы в прошлом, позапрошлом году работали? Ну, можете оставить так. Это другой раздел. Другой раздел. Здесь не надо детализировать. Здесь не надо. Берем только. Ну, в принципе, здесь все максимально просто. Очень много... Многие игнорируют информацию об организации. Не указывают свои сайты, не по соцсети. Все-таки рекомендуем указывать, потому что таким образом эксперт заходит на вашу страничку и он может посмотреть на его деятельность. Коллеги, давайте я тоже сразу тогда скажу, коль вы про это заговорили. Смотрите, у нас есть... Я чуть-чуть ниже отпустил. Раздел. У нас есть, во-первых, в критериях оценки отдельный критерий – это информационная открытость организации. Вот как эксперт, по-вашему, должен оценить вас, вот, если вы, помните, 32, в разделе организации заявите, ничего не напишите. Или поставите одну какую-нибудь или две ссылки, публикация за 2008 год, а на дворе у нас 2022, да? Которую уже не отправляются. Или просто напишите газету «Знамя», как эксперт будет оценивать вас по этому критерию. Но он оценит вас, да, на 0 баллов. Потом вы будете говорить, что почему у меня по всем баллам там, не знаю, там 6-7-8, да, а этот пункт у меня 0, и я не победил. Потому что, а, еще вы скажете, почему эксперт меня за информационную открытость так мало поставил, когда мы и здесь, и здесь, и тут у нас группы в соцсетях, и тут у нас сайты, и тут, значит, про нас только в прошлом году писали. Эксперт не будет ничего искать в интернете, это не его обязанность. Его обязанность грамотно изучить и оценить заявку. Он дополнительно, рыться, если вы в заявке это не напишите, не будет. Но проверить ссылку может. Ну, проверить, в том случае, если эта ссылка здесь есть. А если ее нет, он не обязан вбивать в поисковиках, да, запросы по названию вашей организации и выискивать, писали про вас или не писали. Есть у вас сайт, нет. Есть у вас группы в соцсетях, нет, и так далее. Поэтому вот этот 32-й пункт обязательно заполняем максимально подробно. Сами ищем про себя в интернете все, все, что про вас писали, ну, в ближайшие, ну, 3 года. Да, ну, может быть, даже и в 5 лет смотря там, про что ваша деятельность. Ну, чем новее информация, тем оно, конечно, лучше, да. И все-все ссылочки подробненько здесь через эпиту и все указываем. Ссылки, чтобы все активны были, проверяйте. Вот, чуть выше, там есть, да, разделы, где вы указываете свои соцсети, свой сайт, если у вас нету. Если у вас есть соцсети, организация, это вообще прекрасно. Если у вас есть соцсети, личные руководители, ну, тоже можно поставить, хотя это уже хуже. Если у вас там руководитель пишет, или руководитель команды, или руководитель организации в личной соцсети пишет про то, как он цветочки на окне выращивает, ну, как бы этот ресурс, ну, скорее всего, не будет учтен, да, при оценке вашей информационной открытости. А если руководитель вашего проекта и организации в личных соцсетях рассказывает все-таки про деятельность организации, да, ну, тогда ладно, тогда хорошо. Но все-таки мы всем рекомендуем иметь социальную сеть от имени вашей общественной организации и вести ее, да, рассказывая именно о деятельности вашей общественной организации. Вот, поэтому, если вы плохо запомните эти разделы заявки, то по критерию информационной открытости вы получите, соответственно, очень низкий па. У вас еще есть время, если какие-то мероприятия вы не успели осветить, до конца недели быстренько сделать публикации, пусть даже это прошло там два месяца, но, по крайней мере, это уже покажет ваша информационная открытость. Ну, да, мы даже сейчас рекомендуем, вот организации к нам обращаются, да, в рамках подготовки заявки к этому конкурсу, рекомендуем даже сейчас завести соцсеть от имени своей организации, сделать несколько постов приветственных, да, рассказать про свою организацию, основные результаты за несколько лет работы, да, ну, кто еще не сильно молод, да, у кого есть уже этот опыт на работу, ну, хотя бы что-то, да, начать уже делать, и это уже будет плюсом вашим, который ваш вклад в оценку вашего проекта. Вот, поэтому, пожалуйста, кто еще эту работу не ведет, то самое время начинать. Ну, вот один из важных пунктов, главный, раздел 19, главный бухгалтер, здесь не нужно ничего самим вводить, ну, в основной своей массе у нас руководитель организации принял введение бухгалтерского учета на себя, у нас, по-моему, было мало заявок, где есть бухгалтер, да, просто, да, просто выбирайте из контекстного меню, ну, здесь ничего писать не надо, ну, все остальное, в принципе, я думаю, если есть вопросы у кого-то, вот я вам сейчас про... Ну, пока, что добровольцы, можно поточнее, кто считается добровольцем? Организацией. Это не проекты, да. Нет, в организации именно. Ну, допустим, вы провели за год 10 мероприятий, посчитали, кто у вас добровольно помогал. Ну, почему, волонтеры тоже считаются, волонтеры же тоже добровольцы. Посмотрите тоже внимательно, что за предшествующий год, они за все 20 лет работают. Ну, вот у нас 22 организации, в них есть советы по 5-7 человек, конечно, все так работают. Конечно. То есть есть в том, что... Да. А в предприятии, а там, все, конечно, было привычки вам, конечно. Есть еще вопросы по этому разделу? По штатным работникам, наверное, не у кого-то, да, все понятно. Потому что потом проблемы начинаются, когда в бирже запомнил. Если нет штатных работников, не забывайте поставить цифру 0. Потому что если вы здесь ничего не поставите, вас программа просто не пропустит. А вы будете сидеть и думать, почему меня программа дальше не пропускает. Здесь написано, но бывает такое, что и забывают в этот момент. Все восколки везде должны быть в конце написано. Заполнено на 100%. Да. Здесь также вот доходы организации. Если у вас не было президентских грантов, вы не выигрывали, не участвовали, ставите 0. Если здесь ничего нет, также ставите 0. То есть не может оставаться пустым. Мы не должны там понимать, если у вас пусто, значит, у вас ничего нет. 0, значит, 0. Если ничего не было, ставите 0. Все должно быть дополнено. В этом разделе еще знаете, какая часто бывает ошибка? Есть раздел «Перечислить реализованный проект». И мы смотрим, что в 2021 году организация получала там муниципальный грант, какой-то региональный грант. Сумма там приличная была, там, 500-700 тысяч. А потом, когда заполняют доходы организации за прошлый год, пишут 0. Я спрашиваю, почему? Они говорят, ну это же был не доход. То есть мы это же не в карман себе взяли, мы же это все потратили. То есть вот должно быть соответствовать уже… Это доход, который потом пошел в расход. Но это доход. У нас цели вылился. Доходы все должны идти в расход. Поэтому обязательно все это выражать. А тут у меня графы остаток на начало года. А здесь не нужно? Нам не нужен ваш бухгалтерский баланс. Нет, подождите. У нас на начале было бы, были какие-то деньги. Получается, мы 400 получили, страдили 700. То есть ты это скажешь так, а нет. Нет, нам… Да, не интересует данный вопрос. Это уже не к нам. Дальше раздел «Календарный план». Мы переходим уже к самому интересному. Что здесь важно, да? Что те задачи, которые вы укажете в первом разделе «Заявки о проекте», да? Все задачи автоматически дублируются здесь. Можно на меня не переключать, а сразу в этом походе. Да, я хочу о проекте что-нибудь написать. Все задачи будут дублироваться в разделе «Календарный план». Как я вам уже говорила, да, что на каждую задачу у вас должно быть минимум два мероприятия. Что здесь важно? Ну, во-первых, есть ряд критериев, да, по которым, оценивая которые, эксперты будут обращаться к «Календарному плану». Поэтому вы должны показать экспертам, что те мероприятия, которые вы запланировали, они действительно приведут к решению проблемы. Это вот очень важная такая логическая составляющая, да, логический мостик между «Календарным планом» и в целом содержанием вашего проекта. Вот, потому что частенько бывают такие ситуации, когда авторы проекта идут от того, что у них есть интересные мероприятия, да, потом они под это подтягивают какую-то проблему, вот, а потом, когда мы возвращаемся к «Календарному плану», мы понимаем, что эти мероприятия, пусть они будут очень замечательные, очень нужные, да, но они не ведут к решению, указанной в проекте социальных проблем. Вот, чтобы у вас такого не было, да, то вы тоже должны очень четко для себя понимать, что «Календарный план» мы пишем ключевые мероприятия, тоже не надо мельчить, да, писать, типа, там, разработка положения мероприятия или, там, собрание организационного комитета. «Календарный план» включает в себя ключевые мероприятия, которые ведут к достижению количественных и качественных результатов вашего проекта. Поэтому все вот эти вот промежуточные этапы, да, разработка положения, это все можно упускать. Для начала выбираем, да, то начало реализации, здесь также не надо ничего с ним вводить, просто на «Календарный», допустим, что у нас происходит, август, 25 августа. Когда вы здесь выберете эти даты, видите, у вас сразу все поменялось, у вас появилась кнопка «Добавить мероприятие» в разделе «О проекте». Возьмемся сейчас немножко. Вот здесь у вас, видите, сразу автоматически заполнится. То есть, когда вы будете заполнять этот раздел, и здесь не сможете ничего поставить, вы не пугайтесь, оно заполнится у вас автоматически. Переходим дальше в «Календарный план». Но пока вы не заполните раздел о проекте, пока вы не напишите задачу, у вас там ничего не появится. И вот начинаем первое. «Добавить мероприятие». И выбираем уже из тех задач, что мы заполнили. Допустим, «Научик». Вы даете согласие, размещение, сведение о мероприятии на наших информационных ресурсах. То есть, затем вы при реализации проекта можете направить нам информацию, мы на своем сайте опубликуем новость о том, что вот идет такой замечательный проект, приходите, посмотрите все. Здесь заполняете само мероприятие и выбираете дату. Ну, допустим, 12 мая. Так, все. Я сейчас заполняю наугад. Вы тоже ставьте приблизительно. Не нужно точных конкретных дат, потому что проект – это живой организм, и там не бывает настолько точной конкретики, что вот вы запланировали на 12 мая, а у вас был какой-то курс-мажор, учитывая… Кстати, не забывайте учитывать наши все ковидные ограничения. Такое тоже может быть. В прошлом году мы столкнулись с тем, что приходилось переносить реализацию проектов и мероприятий, переноси, потому что это тоже учитываете. И здесь заполняете ожидаемый результат. Олег, это очень важный раздел. Я тоже сразу скажу, да, что ожидаемые результаты ваши, количественные и качественные по конкретному мероприятию. Не ленитесь, продумывайте их, пишите объемно, грамотно, да, действительно, каким результатом приведет это мероприятие. То есть каждое мероприятие – это каждый шаг ваш, да, на пути к достижению цели. И потом, чем… Если вам вначале, когда вы заполняете раздел о проекте, да, сложно как-то глобально продумать свои качественные результаты, да, то вот после детальной проработки календарного плана и описания результатов по каждому мероприятию, вам уже будет значительно легче сформулировать ключевые итоги, да, ключевые результаты качественные вашего проекта. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы неформально подошли к заполнению этого раздела, а действительно качественно и содержательно проработали. Не нужно в календарный план включать подготовительные мероприятия. Если у вас проект, допустим, для детей с ОВЗ, которые готовят, учатся готовить сами, не нужно включать сюда покупку кастрюль, закупку еды, продуктов, аренду помещения, эти мероприятия, включать сюда не надо. Здесь вы отображаете ключевые мероприятия вашего проекта. Мастер-классы какие-то, вебинары, соревнования, те мероприятия, которые ведут к достижению. Заполнили одну задачу, у вас есть еще мероприятие. Опять то же самое, добавить мероприятие и опять заполнять. В принципе, тоже ничего сложного, достаточно одно. Но подготовительные мероприятия в любом случае включаются вот в эту дату начала реализации проекта. Потому что договор будет у вас именно с этой даты начала реализации проекта. Если напишите позже, тратить деньги не сможете на подготовительные даты. Допустим, у вас мастер-класс запланирован на 20 число, с 20 по 25. Вы вот пишите раньше, то есть все это время, ну, может быть, вам необходимо что-то закупить для этого мастер-класса. То есть здесь вы заключаете договоры с педагогом, который будет проводить вам мастер-класс. Заказывайте какой-то дидактический материал, заключаете договор на аренду помещения. Вот это все входит вот сюда. Оно подразумевает, а не так, что вы напишите мероприятие, мастер-класс, допустим, с 20 по 25 августа, а вам же нужно провести все, вот этот еще перечень весь, а не получится, потому что мероприятие у вас указано вот именно в такие короткие сроки. Поэтому этот момент тоже, пожалуйста, учите. А средства будут поступать проектно? Нет. Сразу? Сразу. Но вы не сможете начать использовать средства ранее даты начала реализации проекта. Уже никак вы здесь, не разбили, но опять же нет. Сразу, там не пять и шесть не бывает. У нас за пять, у нас два с половиной года, потому что вот она не зная. Ну, то как вы написали ключевые контрольные точки. Ну, не мы, конец, а не на транс. Также этот раздел можно редактировать. Вы, допустим, написали вроде все мероприятия, там, походили, подумали, нет, здесь я исправлю. Вы всегда можете, пока вы не нажали кнопку «Подать заявку», отправить заявку, можно редактировать, исправить, можно даты, любое поле можно исправить. Абсолютно любое. Можно и… Ну, надо количественные писать тоже? Конечно. И результаты мероприятия, да. Это количественные и качественные показатели по каждому мероприятию, да. Проведение мастер-класса для 50 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Да. И дальше качественные показатели, да. Что случилось после этих мастер-классов с вашими людьми. Ожидаемые результаты. Дети научились, 50 детей научились, ну, там, чему-то, кому-то там. Ну, кстати, вот здесь в ожидаемых результатах как раз и можно написать. Приобретено оборудование, значит, продукты питания. Мастер-класс, вот название пишите, то есть там написано о чем? Мастер-класс, значит, приготовление омлета. Конкретно, да. Дети узнали, какие продукты нужны, научились делать, попробовали, там, сделали. Ну, да. То есть вот все, 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 что изменилось. Не умели научиться. Здесь ограничений нет. Пишите и пишите. Да, красиво. Есть еще вопросы по этому? Можно вернуться к моей презентации. Мы уже передадим слово Рису Валерину. И поговорим про бюджет. Коллеги, у меня презентация тоже будет доступна. Есть несколько примеров, что является мероприятием, что не является мероприятием. Мы уже не будем на этом застрять. По критерии оценки в конце, да, поговорим? Да, Лариса Валерина вам расскажет. То, на что я лично хотела обратить ваше внимание, это информационная открытость организации, мы уже это с вами проговорили, да, где эксперты черпают информацию, из каких разделов вашей заявки, чтобы по этому критерию оценить ваш проект. И что я хочу сказать, коллеги? Я сегодня уже тоже об этом говорила, да, что эксперты, оценивая ваши проекты, они именно оценивают вашу заявку, да. И когда вы заявку отправляете на конкурс, это своего, да, вы отправляете своего переговорщика, да. И вот от того, насколько качественно вы подготовите этого переговорщика к этому диалогу, да, с экспертом, зависит успех этой компании, да, дипломатической миссии вашей. Потому что эксперты, пусть даже у нас региональный конкурс, конечно, ну, или особенно те организации, которые уже много, долгие, качественные, громко, хорошо работают, рассказывают о себе, да, вы известны экспертом, но тем не менее, как я вам говорила, эксперты тоже проходят обучение, поэтому они очень четко понимают, что они оценивают не вас как личность, не деятельность вашей организации совокупно там за 20 лет. Эксперты оценивают конкретный проект и конкретную заявку, то, что написано словами на бумаге. Не то, что вы себе имели в виду, а конкретный текст, представленный в электронном виде эксперту для оценки. И это очень важно понимать. Вот, поэтому, если вы там чего-то не напишите, напишите не так, не про то, то вот такой результат вы в итоге и получите. Дата подачи, да, заявка 23 марта. Времени у нас с вами еще вагон. Я считаю, это очень большой период, еще нам с вами качественно подготовить проекты. Я сейчас передаю слово Ларисе Валерьевне, мы поговорим про бюджет. Бюджет – это очень важная составляющая в оценке ваших проектов. Ну, чуть меньше половины баллов при оценке проектов уходит именно на бюджет, поэтому если вы его провалите, то все остальные ваши старания уже не будут иметь нужного значения для вас. Поэтому бюджет – это очень важная часть, поэтому слушайте Ларису Валерьевну внимательно. Мы будем делать 5-минутный перерыв или работаем? Я постараюсь. Работаем? Добрый день. Хочу, во-первых, поздравить всех наших девушек, женщин с наступающим нашим величьим праздником. Всем пожелать счастья, любви, самое главное, и здоровья. Ну, а мужчинам… Да, мужчин с прошедших, и не забывайте, что мы у вас есть. Не то, подождите. Остановите мастер. Таня, покажи, пожалуйста, свою презентацию, как выглядит бюджет вначале, прям на минутку. Потом ко мне… И я по всем статьям бюджета… Да, я вам расскажу об основных проблемах заполнения статьи, разделе бюджет, и по всем статьям прям пройдемся и расскажу вам о том, что хотят видеть эксперты в каждом разделе бюджета. Потому что бюджет – это очень важный раздел заявки, и по некоторым критериям, которые касаются бюджета, можно набрать от 35 до 40 практически баллов, если все будет идеально прописано. Вот так вот выглядит бюджет, начинается, и здесь тоже все автоматически вносится, все легко и просто добавить. Да, точно так же. То, должность, да, вы платите. Сколько мы хотим вам платить в месяц, количество месяцев, сколько из них может быть со финансированием и комментарии. И сейчас я подробно расскажу по всем максимальным строчкам. Таня, можно… Да, вы смотрите, я сразу покажу. Да, мы здесь считаем самостоятельно, если 5 тысяч месяцев, 3 месяца, выйдет сумма 15 тысяч, если 15 тысяч выходит со финансированием, у вас есть какое-то… Это хорошо, когда вы показываете… Сразу пересчитала программа, то есть… Видите, общая сумма, она у вас остается в ту таблиточку. Ничего сложного, главное быть внимательным. И большое внимание обратить на комментарии. Я покажу сейчас, есть примеры, как в сфере. Да, вот здесь такая небольшая ремарочка. В разделе «Страховые взносы» здесь нет поля «Добавить». То есть, если здесь оплата труда штатных работников есть, добавить, выплаты физическим лицам есть, добавить, здесь нет. Здесь вы заполняете через редактирование. Потому что мы уже столкнулись с тем, что звонят, не могут найти, где эта кнопка. Это кнопки нет. Все, надо посчитать просто офис. Так, вот основные моменты не понравились в составлении бюджета проекта для участия в конкурсе. А, я сама должна? Нет, я не знаю, как на весь экран. А вот это можно? Вот. Демонстрацию, подождите, я запущу демонстрацию. Да-да, чтобы мы с вами еще кто-то нажимаем. 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 Да, перед составлением бюджета рекомендуем всем прям взять, распечатать металлические рекомендации, которые есть на сайте оператора. карта оператора по бюджету бюджета. Знаете, сама пишу очень много заявок и каждый раз распечатываю для себя и просто подействую по этому документу. Если вот вы не проигнорируете этот момент и внимательно будете читать и заполнять статьи бюджета именно с этой рекомендацией, то у вас точно все получится. основные требования составления ухода, я бы сказал. Готовя заявку на грант, вы должны понимать, что деньги это государственные. То есть в конкурсе гражданских грантов часть денег региональной коммунской области и часть денег фонда в президенте грантов. Контроль усилен и со стороны правительства морской области, и со стороны фондов президента грантов. Поэтому, если вы четко уверены, что вы сможете соблюдать все требования и тратить деньги строго под назначением целевому, только тогда можно начинать писать заявку. Вы написали заявку, вы получили грант, и на этом все, а НОРГОС с вами попрощалась. Нет, мы сопровождаем проекты на всем времени их реализации. Мы выезжаем на ваши мероприятия, мы ведем контроль за соблюдением. И после реализации полгода еще. Мониторим. Еще тоже, да. То есть мы принимаем потом отчетность, вы нам тоже пишете. Ну, мы, конечно, вас не пугаем, не подумайте, вы не такие страшные, потому что не стоит писать какие-то мероприятия, те, что на самом деле не будут. Здесь у вас как бы не получится. И маленький секрет открою, ну, думаю, что это уже не очень секрет, что Конпрезидентский грант уже запланировал выезды своих специалистов также в регион для контроля за реализацией проекта. Поэтому нужно понимать, что ответственность, конечно, раз вам выделяют деньги, то ответственность за эти деньги лежит на вас полная 100%. Вот и по опыту прошлых конкурсов большинство заявок, которые они получили поддержку конкурса, эксперты делали замечание как раз в части бюджета проекта. Когда вы будете заполнять заявку, вы должны понимать, что бюджет должен строго соответствовать содержательной части проекта. все, на что вы бросите деньги, должно быть отражено в календарном плане. Потому что бывает так, значит, проект экологический у нас, будем убирать там речку, очищать улицы, а запрашиваем мы компьютеры, которые непонятно, зачем нам нужно. Ну, у нас же нет компьютера. При изменении, вот вы заполняете, заполняете, но потом вдруг решили что-то вспомнили и изменить. Бюджет уже написан. Не забывайте внести изменения также в бюджет. Бюджет должен отвечать требованию в реалистичности. Реалистичность это обоснованность цен. И в одну сторону, и в другую. Недавно тоже смотрела проект, где-то на муниципальный грант. У них там обучение, и она закладывает бумагу, снегурочка, за 170 рублей. Я говорю, вы когда, извините, были последний раз в магазине? Бумага уже давно, 310 рублей, оптовая цена. Сейчас еще дороже будет. То есть вы смотрите, эксперты тоже могут зайти, скачать прайс, средние цены посмотреть. Да, можно я сразу продемонстрирую? Вот здесь вот в комментариях к бюджету проекта, допустим, вот здесь, где у нас офисные расходы. Вот офисные расходы. И вы здесь нажимаете добавить. Прям в комментариях можете прописать. Средняя стоимость, допустим, бумаги, снегурочки, столько-то. Можно приложить ссылку. Понимаете? Пойдем, я не хочу на меня пройду. Хорошо. Ну, это здесь, я сейчас расскажу. Деористичная, значит, обоснованность планированных расходов на реализацию проекта, соотношение расходов на реализацию проекта и его результатов, чтобы не было так, что в результате будет, что у нас 5 человек прошли тренировки, а денег мы просим больше. Наоборот тоже смотрят. Просим денег мало, а собираемся обучить, тренировать несколько тысяч человек. Адекватность, измеримость, собственный вклад организации, Юлия Николаевна об этом много говорила, дополнительный собственный ресурс приобретаемый на реализацию проекта, оплата у двух сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей в должном пункте. Там есть раздел «Услуги», когда мы обращаемся к организации, что-то сказала, какие-то услуги, не должна превышать 30% от общей суммы, от общей запрашивающей суммы на реализацию проекта. А вот в эту стоимость не входит аренда помещений, там имущество, расходы на проезд проживания. Мы же тоже платим сторонние организации, но в эту сумму не входит. Именно за услуги, которые вам будут оказывать какая-то организация, 30% от общей стоимости, не более. Не допускается осуществление расходов за счет гранта непосредственно не связанных с реализацией проекта, как мы уже говорили, расходов на приобретение недвижимого имущества земельных участков, на капитальное строительство нового здания, на приобретение алкогольно-табачных продукций, понятно, расходов, предусматривающих финансирование для технических партий, компаний, акций, подготовка к проявлению методов демонстрации, пикетирование и расходов на погожение заточенности организации. Также нельзя предусматривать расходы на плату штрафов и фейн. Не рекомендуется расходов на реграндинг, если вам дают деньги, а вы хотите этими деньгами профинансировать еще какие-то организации, объединения, конференции, в том числе удовлетворительные пожертвования в денежной форме тоже не допускается. Расходы на приобретение путевок, допустим, ветеранам санатории или детям на наручные исследования фундаментальные, на создание памятников монументов. Непредвиденных расходов тоже не может быть. То есть, если вы просто пишите непредвиденные расходы, такой не может быть. Расходов на издание рукописи, если нет другой деятельности его проекта, то что у нас уже есть такой опыт, что поступает заявка на издание книги и больше никаких мероприятий. Издание книги может быть, но оно может быть конечным результатом проекта, если, например, весь проект вы будете собирать данные для этой книги, встречаться с участниками событий, то есть, эту книгу делать, а в конце она может быть. Если она уже готова попросить деньги на издание, такой расход не допустим. Основные ошибки, которые у нас видят эксперты по комментариям. Очень большой вопрос всегда комментариям. Я потом покажу вам примеры, как их нужно писать, как можно. То есть, отсутствуют корректные комментарии к указанным расходам. То есть, непонятно, для чего это делается. Например, оплата, стоит стоимость оплаты руководителя. В комментариях написано зарплата руководителя. Мы и так понимаем, что зарплата за что, что он будет делать, как вы ее рассчитали. То есть, вот здесь вот эти моменты надо. И по всем другим точно так же статьям. завышенная запрашиваемая сумма гранта несоответственно, несоотносимая с заявленными результатами с масштабом проекта. Некоторые небольшие организации практически визуально... два мероприятия или одно мероприятие или для десяти человек. То есть, результаты суммы несоответственные, понимаете, которые не приведет к результату какого-то масштаба. Мы не решили эту проблему. Ну, здесь количество тоже. И качественные, если не приведет к решению проблемы. Конечно, вы можете запросить полтора миллиона рублей, чтобы спросить пять детей от смерти. Это соответствие. Мы его видим и понимаем. А если вы хотите запросить полтора миллиона рублей, для того, чтобы пять детей отправить в какой-нибудь арт-эк. В арт-эк. Или в Клановском районе очень ходят, но сами... Полтора миллиона. Просто на развешанной адекватно подходить. Вот некоторые организации без опыта практически запрашивали гранты в объемах в разы превышающей суммы прослета за предыдущий год. Эксперт смотрит. У людей не было опыта работы с большими суммами денег. Пишут там ноль, там ноль, там всего двадцать тысяч, а хотят сразу миллион получить. Но здесь тоже возникает вопрос. Чем больше была запрашиваемая сумма гранта, тем больше требования качества описания проекта экспертами. То есть чем больше вы просите, тем больше эксперт копается в вашем важном объявлении. Важный момент несоответствия бюджета календарного плана проекта. Например, в бюджете предусмотрены расходы на 20 человек, а в календарном плане мы смотрим, что в этом мероприятии принимает 10 человек. Или же в календарном плане стоят фестиваль, конкурсы, концерты, а в бюджете стоит оплата, к примеру, труда преподавателя физкультуры. Вот эти несоответствия, они все. Я сейчас немножко скажу, как делаю я, для того, чтобы не было этих расхождения. Так, против софинансирования или отсутствие софинансирования, оно не подтвержденное. Какой вот такой реальный процесс, процесс, надо предусматривать. Софинансирование? Да. Ну, 10-40. Соотносите просто, если вы запрашиваете полтора миллиона, но при этом у вас нулевое софинансирование, но это... это понятно. Нет, Сколько в резиденции гранд-губернатора методических рекомендаций нету каких-то жестких требований. Вот минимум сколько, ну и какая-то формула, да? Вот соответствие должно быть, расходяется. У вас должно быть, соответствие. Потому что бывает так, например, когда просят 200 тысяч, а что финансирование на миллион? И эксперт подумает, а если вам этот миллион, партнеры, ну по-разному, причина, то зачем нам давать вам 200 тысяч выше, вы не сделали этот проект на 200 тысяч, если вам в общем собрать на лучший миллион 200, да? Бывает так, когда, да, пишут на миллион, софинансирование 50 тысяч. Блин, ну у вас проект такой масштабный. У вас уже есть миллион. Вот соответствие вот эту грамму. Вот вы как эксперт вы смотрите, вот я 10, а она 30 процентов. А я знаю, что можно мне все оценивать, я лучше узнать, что мы в этом году в этом году дадут больше. Ну, вообще некоторые фонды раньше 25-30 просили, говорят, ну что местные муниципальные конкурсы, они тоже делают ограничения, что софинансирование должно быть там не более 25-30 процентов, ой, не менее, например. То есть и маленькое плохо, и большое. Самое главное, что в этом софинансировании? И как бы его так реализовывать, да, и подтверждение, что он действительно у вас будет. Софинансирование еще показывает тот факт, что у организации есть партнеры, не только вам интересен этот проект, что вас поддерживают, что если это там и бизнес-структура, значит, проблема действительно существует, потому что на нее хотят, ее хотят поддержать какими-то ресурсами, не обязательно материальными. Ну, то есть чем больше, все-таки тем лучше. Нет, нет, не работает это правило ни по каким... Пишите все свое софинансирование, которое нужно для вашего проекта. Вот допустим, вы просите деньги на костюмы, к примеру, для своих бабушек, да, дедушек, но у вас софинансирование, вам предоставляют клубы, площадки, преподаватель. мы смотрим, все ли, запрашиваемая сумма и софинансирование, поможет ли она решить, ну, реализовать проект и решить эту проблему. То есть вот в совокупности смотрят, не сколько его, а какое оно, что сможете вы тогда, или, например, если пишите, что у вас есть костюмы, но у вас вообще нет нигде софинансирования, никто не подтверждает, что они вам дадут концертную площадку, а вы деньги на нее тоже не просите, и мы думаем, а где же они это все будут делать? Вот так рассуждают эксперт, понимаете? Ну, или вы сшили костюмы, допустим, вам сшили костюмы, вы поехали, сами забрали костюмы, но ведь это тоже ваше софинансирование. Вы же потратили и время, и если на автомобиле, то это не деньги на доставку. На доставку, да, то есть это все учитывается. Ну, вот это основные ошибки, я тебе за мной поговорила. А, про активированный кликс еще, да. Когда у нас бюджет, включают, конечно, организации, недовольные предприниматели, которые являются активированы, лицами вместе с заявителем. Что это значит? То есть имеет какое-то отношение к руководителю, раз там у жены ипэшечка по производству полиграфии, или какое-то отношение к организации, или участвует в ваших проектах. То есть допускается, но тоже не более 30% можно от общей суммы оперированным лицам, ну, если прямо не в прямой замесе. Потому что часто у нас бывает так, что руководитель общественной организации сам же является ипэшником. Получение, где-то сам себе пишет и перечисляет. Поймите, что вот именно этот конкурс, мы все живем в небольшом городе, в небольшой регионе. Мы про вас все знаем практически. Поэтому вот здесь вот нужно быть... Просто потом эти отчеты проверяет контрольно-счетная палата. Да. Отчеты может проверить прокуратура, если контрольно-счетная палата что-то не понравится, отделка, подписка экономическим преступлением. Если обозначится вывод бюджетных средств, ну, здесь уже, понимаете, что с отецом... Плохо будет всем. ...все игроковые праздники... Да, ну, у нас сейчас идет проверка контрольно-счетная палата, которая запросила по прошлому году все документы победителей. То есть сейчас все проекты, вся их отчетность, все находится в контрольно-счетной палате. Давайте по статьям быстро пройдем уже на уровень. Оплата труда. Это первый раздел бюджета. Презентация-то будет доступна вам. Вообще все это есть в форме заявки, которую вы будете заполнять. И там вот если на вопросе щелкните, вам выйдет прям большая-большая подсказка примерно вот такой, как я вам показываю. Вот я покажу, почему-то... Оплата труда, допустим, да? Спряталась. Не более четырех месяцев, потому что здесь проект четыре месяца. Здесь включаем ДФЛ, выскакивая. Ну да, какие-то поставки припределить. Такие маленькие есть. При планировании расхода на оплату труда может включать только допустимые организации визы расходов с учетом пункта 1 статистик без премии, без символирующих начислений, без отпускной. То есть просто чистую зарплату, которую вы будете платить. Значит, в разделе оплата труда есть два раздела. 1.1 и 1.2. 1.1 – это для штатных сотрудников. Штатные сотрудники, те, кто работает у вас по трудовому договору. В организации. В организации. Трудоустроено официально. По трудовой книжке, по трудовому договору. И есть пункт 1.2 – это физически. За исключением делаем принимание заказания, в котором вы будете оплачивать услуги по договорам гражданства правового характера. Можно я здесь сразу остановлюсь? Пока свежо. Количество договоров. Видите пункт? Здесь не количество месяцев. То есть очень часто ошибка при заполнении. Договор 1 составляется на 12 месяцев. Ну или, допустим, на 4 месяца. Опишут количество договоров 4. Стой. 4 месяца работы, 4... Нет, договора. Общая сумма. Общая количество договоров. Что человек будет работать 4 месяца, зарплата будет, вознаграждение будет выплачиваться ежемесячно в такой-то сумме. И тогда эксперту будет понятно, что это за сумма, за что ему будет выплачиваться. И дальше. Пункт 1. Во втором, те, кто по договорам гражданского правового характера. Хочу вам здесь сказать, что с 2019 года у нас появились такие люди, которые называются самозанятые. И включать в проект самозанятых очень даже выгодно и для вас, как грантозаимители, и для людей, которые будут получать деньги. Потому что если вы с ним заключаете договор как с физическим лицом, то вы обязаны заложить еще в проект фонд оплаты труда в сумме 27,1% к этой сумме прибавить. И заплатить все страх, не страх, во все структуры заплатить. И с его зарплаты, которую вы заложили, допустим, 20 тысяч, еще 13% заплатить налоговую эту. На налог на доклад физический. Да, на налог на доклад физический. Если же человек оформлен как самозанятый, он вам приносит в этом справочку. При заключении договора, вы с ним, значит, заключаете договор, вы ему оплачиваете, выплачиваете всю сумму, и он самостоятельно уже потом платит только 6%. И он выигрывает, и уменьшается сумма вашего проекта, то есть вы не платите за него в основной фонд. Здесь тоже пункт 1-2, он заполняется. Если человек будет работать в течение всего проекта или длительной части проекта постоянно, а если вы берете человека, принимаете самозанятого на выполнение разовых работ, например, видеографа для снятия большого мероприятия, один раз, вы можете его в каком-то пункте? 7. 7, да, там, где расходы на мероприятие, можете его включить туда. Только в комментариях издевленную написать самозанятый. Планирую зарплату. Ну, Лариса Левна, здесь, наверное, надо сделать тоже такой комментарий, что не все у нас являются самозанятыми. Даже не каждый сейчас человек знаком вообще с этой нормой, да, и здесь вам есть смысл рекомендовать человеку это несложная процедура, это бесплатно, через подуслуги каждый, в принципе, может оформить свой статус самозанятого. Это ледом, это быстро, это бесплатно, то есть вы можете рекомендовать этому человеку, чтобы не платить за него вот этот большой процент налоговой базы, да, уменьшить свою заявку, уменьшить процентное соотношение в бюджете тех денег, которым вы каждый на зарплату, потому что это тоже одно из требований, да, соотношение сколько на зарплату, сколько на 조금 он уходит, да, чтобы вот этот процент у себя заявки уменьшить, вот рекомендовать человеку получить средство самозанято и всем, или в общем, хорошо и вам, и ум, и на будущее. Информации очень много о самозанятых. Можно почитать, и какие виды деятельности входят для работы самозанятых. Это как раз разовый преподавательский, тренерский, в творчестве, в сфере здоровья. Те направления, которые может быть делать для вас самозанятые. Смотрите, заработная плата в проекте, в бюджете, учитывается только в той части, которая вам нужна в проекте. Не вообще зарплату человека, что он у вас работает, а только за то, что он будет у вас делать в проекте. Исчисляется с учетом среди заработной зарплаты в регионе для указанной категории работников. Здесь остановлюсь, потому что это просто бич-трэш. Когда у нас люди увидели эту строчку рекомендации с учетом среди заработной платы, начали все писать себе 53 тысячи зарплату. Сейчас уже 57 тысячи. 57 уже будут писать. Да, да, да. Конечно, давайте реально смотреть. Большинство участников реализации проекта – это работающие люди, у которых есть постоянное место работы. Не может 24 часа человек работать. То есть 57 тысяч или 54 – это за высокооплачиваемую какую-то работу, за профессиональную может человек получать, работая 8 часов в день, 5 дней в неделю. Если у вас есть такая деятельность в проекте, что да, в течение всего проекта, ежемесячно, с 9 до 6, юрисконсульт будет оказывать консультацию и зарплату вправе ему поставить такую. Но если у него другого места работы нет, все это легко проверяемое, только знаете, да. Если же, например, у вас в течение месяца 2-3 мероприятия, 3-4 дня к ним надо готовиться, то есть 10 дней в месяц, грубо говоря, человек будет занят. Ну, значит, 1 третью. И вы в комментариях должны написать, за что вы собираетесь человеку 23 тысячи платить. Там не 23, а вот там 17 тысяч, допустим, что он будет работать, кто-то, кто-то сделает, сколько-то времени на это потратит. Расчет произойден так, средняя зарплата в этой сфере, 55 тысяч, грубо говоря, 30% он будет работать. И отсюда сложилось, зарплата будет, вознаграждение будет выплачиваться ежемесячно. Пишите в этом комментарии. То есть эксперт должен знать, что он будет делать, за что вы ему собираетесь платить, сколько времени он на это потратит, и сколько вы ему будете там где-то платить, откуда взялась эта сумма. То есть здесь, наверное, подробно. Можно дальше. Ой, да я же. Но это не мешает, если в вашей организации сотрудник получает зарплату, заложить ему в проект тоже зарплату. То есть то, что он получает как штатный сотрудник вашей организации, это одна зарплата. Если вы его привлекаете в проект, так же можете... По договору сможем, да. Скажите, пожалуйста, допустим, если не конкретная зарплата, а идет процент от, допустим, какой-то там... От чего? От платных услуг? От каких-то услуг, да. Ну как это социальное проектие может быть? Платно социальное, услуг не может социальное проектие в этом. Смотрите, ну, к примеру, мы сдаем какое-то оборудование по ленту. Человек приходит, допустим, тратит час или два. Пришел, выдал какое-то оборудование. Вот то, что он потратил, ну, просто процент от сдачи оборудования. Так это же не грантовые деньги, это же ваша коммерческая деятельность. Вы кому-то сдали, вам дали деньги, вы ему заплатили. Вы же не можете в проекте заложить это? Я в проекте не могу поставить, что сотрудники получают процент. От чего? От гранта от этого? Так это у вас... А откуда этот процент возьмется в гранте? У вас заявка такая, что вы оборудование в аренду будете... Нет, я, к примеру, говорю, допустим, процент от сдачи, не конкретная зарплата. Но это же коммерческая деятельность. Это же коммерческая деятельность. Часть людей заплатят, что это желание. Но у нас какая-то часть бесплатной работы, какая-то платная работа. Вот, допустим, вот эта часть... Это надо... Просто средняя зарплата такого специалиста в регионе. Как только? В конкретном содержании вашего проекта этот вопрос. Поэтому надо отдельно применительно к вашему проекту, к вашей заявке. Что ваш проект, что это там за результаты, что это такое? Ну, у меня просто вообще вот много чего не совпадает. Я смотрю, что... Ну, мы сейчас говорим не про деятельность организации, мы говорим про проект, который... Ну, я понимаю, да. И в проекте вы должны, по идее, оказывать какой-то целевой аудитории бесплатные услуги, а специалисту за это вы можете платить. Ну, не с процента, а с данной коммерческой деятельности. В этом проекте платных услуг не может быть. Все. Вот так примерно выглядит... Ну, немножко модифицировала, выглядит. То есть должность координатора проекта. Зарплата в месяц 15 тысяч рублей. В месяц в 12. Программа сама посчитала, что зарплата 180 тысяч. Это я прошла, как вам сказать. И вот комментарии вот так подробно описываются. Смотрите, вы обязаны с темпой. Что будет делать этот координатор проекта? Все подробно перечисляю, что я с него хочу взять. Ну, вот я со своими проектами делаю. И расчет. Занятость по проекту 30%. В данной сфере больше 50 тысяч никому не платят. Я пишу 50 тысяч. Не 57 по области, а именно в данной сфере. Занятость по проекту 30%. Вот так расчет. 50 тысяч на 30%. Получается 15 тысяч в месяц на зарплату. Ой. То есть чем подробнее вы распишите, тем больше плюшек вы получите от экспертов. И это вставляете в комментарии. Это вот комментарий, да, написано. Это внизу, где он будет. Откройте там комментарий. Все расписывается. Вот комментарий. Показательный тарик. Она ее сюда вставит. Тарик кричит, спасибо. Нет. Но сочинение-то не надо писать, конечно. Ну, конечно, конкретно. Чем будет заниматься человек, сколько вы будете платить, за что. Там абзац. Как расчет. Чтобы эксперты было понятно, где. Ну, вот этот отец умещается. С бухгалтерами у нас всегда проблема. Ставят бухгалтеру зарплату там 30-40 тысяч. Это же бухгалтер. А что он будет делать в вашем проекте вообще? Вот сейчас проект на 6 месяцев. Значит, деньги придут на счет. Ему нужно будет время от времени делать платежки. Сколько вы там будете получать. И, допустим, начислять вам зарплату. Ну, один день в неделю. Края будет тратить на ваш проект. Ну, я, например, саму бухгалтеру вот. 4,5 тысячи плачу даже за большие проекты. То есть 9 тысяч. Один раз через 6 месяцев. А в налоговую? В какой налоговую? В какой налоговую? В это организация. Это уже за проект налоговую не надо. Деятельность организации здесь не берется. Вот я, смотрите, вот у него зарплата 9 тысяч. Половина я ему плачу за организацию. Половина плачу за... Ну, как бы от этого проекта. Смысл какой? Я вам реально говорю. Нет вообще. Мы нанимаем. Он закончился. Он заплатил. Это уже вы нанимаете в организацию. Вы нанимаете в организацию? Он платежи провел. Налоги проплатил с гранта. По гранту. Хорошо. Нет. Все. Вот закончился. Он должен сдать отчет. Пенсион. А дальше как вы с ним договоритесь? Это уже... Это дело организации. Это уже реализацию проекта. По гранту он ничего больше не должен сдавать. По гранту он должен отчитаться грантодателем. А, да? Все. То есть налоговый не надо, что вы берете флэлл. У этого флэлл он заплатил налоговый. Почему? Это ваше дело организации. Он в проекте работал. Он в проекте поработал и ушел. Или вы его оставили. Проект закончился. Или вы ему доплатили своими деньгами, чтобы он вот это вам все сделал. Вы же в любом случае в конце года будете эту отчетность сдавать. Будет у вас проект или не будет? Проводите же сам у вас это чудес. Ну, любой сдает. Ну, любой сдает. Когда поступает с гранта, мы берем бухгалтера, он все это сдает. Ну, хорошо. А если мы не будем вам оплатить? Вы скажете, я вам вот это сделаю. Вы даже как хотите отчетить. Ну, при заключении договора можно прописать? Ну, конечно, может, если в том заключении что-то еще сдать. Все, все сдать. Поэтому прямо здесь все. Ну, вот как мы работаем с гранта? Ну, 20% рабочего времени. Причем здесь вот у нас небольшие проекты полугодовые. У нас там много личных бывает. Ну, раз в неделю я попрошу что-нибудь заплатить, раз в месяц, зарплату все сама, программа сама все начисляет, все вообще не знает, на кнопочке только нажимает. Ну, в конце, да, когда отчет, надо отсканировать все, там, отправить грантодателю ежемесячно, может. А, у вас ежемесячно отчет, да? Финансово, да, ежемесячно. Ну, тоже, тоже примерно, примерно так объективно взвешиваете силы, сколько времени действительно в неделю, в месяц будет затрачивать бухгалтер. Если у него зарплаты 50 тысяч, и он будет работать 5 дней в неделю, то это, там, 25% тренирует, обучиваете, без куками. У меня плохо заплатили. Ну, в общем, сами считайте, я показала, как это вот у меня в армии. А строковые взносы, значит, для штатных сотрудников вы закладываете в фонд оплаты труда 32% и делаете отчисление в пенсионный фонд, в фонд социального страха, в медстрах, и 15% это потом уже заплаты. И если вы работаете со специалистами по договорам гражданского правого характера, то 27,1%. Есть организации с пониженным страховым взносом, с пониженными тарифами. Это инвалидные ветеранские организации, у кого есть в год, и у них, соответственно, 22% или 20%. Ну, каждого, у кого такая организация есть, у кого есть в год, они обучили. Коллеги, убедительная просьба, когда будете заполнять данные поля, если у вас получается, что в расчете налоговой ставки появились копейки, вы, пожалуйста, подумайте и либо подбейте зарплату так, поиграйте там рублями, чтобы у вас в заявке в финальной сумме копеек не было никаких, потому что будет, мы уже столкнулись с таким. Если у вас там будет 0,7 копеек, вот эти 0,7 копеек через всю вашу заявку и пойдут, и потом вы будете отчитываться. И даже если будет расхождение на одну копеек, мы с вами вместе будем сидеть и думать, как бы нам это расхождение закрыть с вами. А это, по-моему, не очень просто, порой бывает. Поэтому без копеек. Раздел командировочный расход. Стоять подразумевает командировки, которые связаны с реализацией проекта, те командировки, которые приведут вас к достижению цели или помогут вам решить их. В командировке могут ехать только штатные сотрудники, нештатные тоже могут ехать в командировку, но им не выплачиваются суточные. Члены команды, если они в штате официально, они могут ехать в командировку, им возмещаться будут транспортные, проживание и суточные. Если они у вас не в штате, а по договору вы принимаете, суточные выплачиваются не могут. Только транспорт и гостинги. Да, транспорт и гостинги. И вы можете их просто кормить, то есть оплатить столовую, где они будут кушать организация питания, участников проекта. Да, на руки, перевести по 700 рублей не может. Бюджет могут включить на расходы только по территории России. Вот тоже у нас грантодатели говорят, что поездки должны быть экономически обоснованы, потому что сейчас очень много технологий различных, когда можно повезти. И интернет-конференции, и вебинары, и ВКС-связи различные. Может быть, не обязательно. Можно только все взвесить и понимать, что будет более эффективно. Ну, вот и статьи. Стоимость билетов указывается, стоимость пожелания, размер суточных данных с открытием. И в комментариях должно быть понятно, куда вы едете, что вы там будете делать, для чего, сколько человек едет. Ну, какое мероприятие. Это мероприятие должно обязательно стоять в календарном поле. Офисные расходы. Это на аренду помещения, на коммунальные услуги, в связи, банка, почтовые, компьютерное оборудование, программное обеспечение, товары, расходные материалы. В том случае, если у вас есть офис, и работа по проекту предполагается, какая-то работа предполагается в офисе. Например, консультирование, проведение, может быть, семинаров на вашем офисе. И, опять же, аренда помещения, аренда офиса рассчитывается исходя из процентной занятости офиса в проекте. Ну, то есть, если вы, например, с 8 до 5 будете в офисе, и у вас в календарном плане будет, что у вас идея со 8 до 5 идут занятия, то да, вы можете приложить. А если время от времени, там, два раза в неделю вы собираетесь, чтобы там провести мастер-класс или что-то еще сделать, то, соответственно, там 50-30% от общей стоимости офиса, у вас должен быть договор с арендодателем, в котором есть общая сумма, ну, показать, что вы оплачиваете какую-то туфли. Либо просчитываете по часовую аренду, прям конкретно указываете. Да, если это не свой офис, да, вы можете по часовую аренду где-то также арендовать по часовую, приходить, например, к нам, например, и мы вам на пару-тройку часов будем давать в аренду свою. Скажите, вот услуги банка, это очень трудно рассчитать сейчас все это растет. Приблизительно. Потом, когда мы это все сделаем, вот это же в офисе, мы можем там внутри поперекидывать? Внутри статьи можно перекидывать, да, у вас? Внутри статьи можно перекидывать, сообщая об этом, правда, заявить, да, внутри статьи, да. Но здесь у нас со статьи нет. Внутри статьи либо со статьи на статью, но не более в статью. Мы с вами не работаем в эволюционном документообороте, поэтому у нас… Нет, здесь заплатежки они могут зайти. Не полностью ведение банковских, сколько банк с вас полторы тысячи берет, вы не можете сложить, потому что это на организацию. А вот именно заплатежи, которые… Сложим платежи мы сейчас трудно посчитать. Вы написали бюджет, у вас написано приобретение того, другого, третьего. В течение полугода у вас будет 12 зарплат. Значит, 4 отчисления. Некуда. Вот примерно посчитайте, говорите, что плачет. Нет, если там не западет, то можно… Ничего страшного. Напишите немножко больше, да. Так, собственно, понятно, да, что будет в офисном расходе? Ну, примерно вот так вот. Концелярский товар. 1500 я прошу в месяц на концелярский товар, потому что у меня работа с целевой, с моей группой, она в офисе. На 12 месяцев часть из них я вкладываю с пофинансированием и пишу, что у меня проект специалиста для ведения учета, по проекту папки, пайлот, пишу, что мы закупаем, как я это отличила, потому что мы работаем с деньки 22 года уже, и я знаю, сколько мне в месяц нужно как констоваров именно по проекту. То есть не надо писать бумагу по 300 рублей, папки по 200 рублей. Ну, если равно, через все страшного, как будто, да, все в скарте, какие молодцы, все просчитали. Спасибо. А если с этим, наоборот, не повторяется тысяча раз. Ну, то есть однозначно необходимый для реализации проект это должно быть. При планировании данной статьи допустима группировка от каким-то длинных закупки. Не нужно писать, например, компьютер такой-то серии, компьютер такой-то там, такой-то такой-то, или там принтер. Можно написать три компьютера и в комментариях написать. Будут приобретен один компьютер для программирования, один компьютер для дизайнерских работ, грубо говоря. Ну, то есть если расход один и тот же, да, если товар один и тот же, но разные какие-то модификации, то можно указать минимальные какие-нибудь требования, допустим, системными требованиями. Да, вот этот раздел, на самом деле, к нему очень гребетно подходят эксперты. Не все грантодатели любят, когда вы заказываете дорогостоящее оборудование для реализации одного проекта. Или, например, когда пишут, там, для обучения пенсионеров компьютерной грамотности. И вообще такой крутой, застущенный, там, компьютер запрашивает. Ну, то есть мы понимаем, да, что для обучения пенсионеров компьютерной грамотности достаточно, наверное, компьютер, для того, чтобы там программа... Все должно тоже, соответственно, очень так трепетно относитесь к этому разделу, сильно не завышайте цены, все это можно... Вот тоже разделы «Разработка и поддержка сайтов информационной системы и на аналогичном исходе». Эксперты оценивают, как раз, объем средств, которые запрашивают на ступень, на реконструкцию, на продвижение сайта, на обоснованность и реалистичное достижение цели проекта, чтобы это приял. То есть если вы что-то делаете сайтом, значит, на протяжении всего проекта должна вестись работа на сайте. Значит, вы должны сайт стать тем рычагом, тем инструментом, который поможет вам реализовать учебный проект. А поддержка сайта в течение четырех месяцев стоит там 100 рублей, 400. Вот здесь так вот нажимаете, так же комментарии. И за этот период придется отчитать. Да, да. А если софинансирование не надо читать? Нет. Пока нет. Очень часто еще в софинансировании пишут, допустим, приобретение аренды оборудования. Указывают свой ноутбук, указывают его стоимостью 70 тысяч и пишут, что это софинансирование. А ноутбук используется два раза по часу за весь проект. То есть здесь тоже надо с использованием соотносить. То есть и как бы пришли, и взяли в аренду, значит, сколько было с вас взяли, и, ну, примерно так рассчитывается. Дальше. Вот. Препрасный раздел. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и аналогичные расходы. Это про то, что я говорила, не более 30% в этом случае. Здесь привлеченные сторонние организации, которые будут вам оказывать услуги. Здесь будет у вас договор с ними, оказание услуг с этой организацией. Вы им платите. Тоже, кстати, очень удобный проект для экономии средств. То есть если вы одного человека с этой организации возьмете, вы должны будете, опять же, заплатить, если он не самозанятый, все-все-все налоги. Если вы с организацией, договор, вы перечитаете организации деньги после того, как человек или группа людей выполнила все условия вашего разговора, и они там уже сами хотят платить налоги, платят ему, платят ему, платят. Ну, здесь это обычно специалисты. То есть юридические услуги здесь могут быть, какие-то как-то психологические услуги, информационные, консультации какие-то, оказание еще каких-то, проведение мероприятий. Вы можете заказать какую-то компанию, которая занимается этим. Вот, для примера, это были депутаты. Вот. То есть еще нужно пояснить, за что вы платите. Если вы пишете за консультационные услуги, тогда вы пишете, что организация там должна будет провести нам не менее ста консультаций по каким-то, таким-то вопросам, по какой-то, такой-то теме, по какой-то целевой группе. То есть подробно-подробно также описывается. Очень хороший самый большой раздел, потому что все-таки мероприятие – это то, чем мы реализуем свой проект, который помогает нам реализовать свой проект. Это семинары, клиники, пресс-конференции, обучение, там, значит, разовые мероприятия или на регулярной основе построенного мероприятия. Кстати, вот сейчас, перед пандемией, можно включать, и мы тоже включаем, и перчатки, и средства для проведения массовых мероприятий. Все остальное, что не вошло во все те статьи расходов, мы пишем в расходные мероприятия, и тоже очень-очень подробно мы расписываем для чего, на какое мероприятие. То есть все расходы должны быть привязаны к календарным планам. Вот не календарным планам, тренинг, фондрайзинг, основы тренинга. Консляция товаров для участников тренинга. Вот у меня 20 человек, 350 рублей, и пишу, что будет приобретено на эти 350 рублей каждому участнику, для этого денег будет трехдневного тренинга. То есть это не в офисные расходы мы пишем? Нет, на мероприятие. Офисные расходы – то, что я буду в офисе делать. Папочки эти подшивать, там файлики, консультации в офисе буду в офисе проводить. А это расходы на мероприятие. Сюда входит питание, проживание участников мероприятия, все закупки, которые вам нужно провести, для участников выездного тренинга, все, что вам нужно для мероприятия. Но здесь обязательно указывать, на какое мероприятие у вас стоит. 350 рублей, прошу, у одного человека, 25 рублей. Ну, по опыту работы, я же знаю, сколько стоит. Я смотрю, сколько сейчас стоят ручки. Один марк у нас, человек, одна ручка, блокнот 70 рублей стоит. Ты не считаешь, что мне 350 рублей на самом деле хватает? У нас в блоге, это футчат, это для каждого. А, для каждого. Ну, три дня работы. Тренинг у меня идет 8 часов. Три дня работы, и все это на футчат. Вы можете сказать мероприятие, где вы будете слушать. Вот, спасибо, что напомнили, я хотела о чем-то сказать. Когда я готовлю проект и написала календарный план, я его распечатываю, делаю еще два столбика. И по каждому мероприятию календарного плана я пишу себе, что мне нужно в первый столбик. Все пишу. Люди, стулья, столы, маркеры, флипчарты, там, сколько, ну, всего, сколько нужно. А во второй столбик я пишу то, что у меня уже есть. Ну, то есть вычеркиваю, что я могу просить только у грантодателей, чтобы не все-все подряд. Таким образом, я ни о чем не забываю. Не будет так, что у меня начался тренинг, да, начался проект, люди приехали, а я забыла заказать автобус, чтобы их отвезти на загородную, допустим, проходе 20. Поэтому я всегда и не одна я это делаю, а с командой, с кем я собираюсь работать, что один помнит, другой не помнит. Все-все-все прописано. В итоге таких не бывает ситуаций. Потому что вы сейчас, допустим, собираетесь проводить концерты, да, какие-то. Все заказали, кроме колонок, все ликины красные, концерт пришли без микрофона. То есть я могу написать концерт, потому что костюмы там, какие-то вимки. Одинное, это отдельное. Нет, у вас расход на именование расхода. Вот у вас будут концертные костюмы, расход. Понимаете? Или будут, например, колонки. Это кокошники, юбки, брюки. Изготовление кокошника, скорее всего, это будет отдельно. А вы одетесь, пишет, пошив кокошника, пошив юбки. Количество такое. Если вы покупаете это костюм, вы здесь, когда нашли магазин, и он продается. Костюм, кокошник, брусская, сарафан, сапожник. Все это в комплект. Да, либо костюм. Вы пишите приобретение костюма. В комментариях напишите, что костюм состоит из первого, второго, продается там, или там, шьется, не знаю, в комплекте. Это все цена добавится, да? А если вы это все по отдельности, тут вам как кокошники сделали, тут вам вы пошили, тут платья подешевле выложили. По отдельности пишет, да, изготовлений. Вот большая ошибка в мониках, когда они пишут. Вот, знаете, на виновая схожа, на виновая папки, тоже вы не в одном месте будете все покупать, правильно? Почему? Я пойду в домино и куплю, мне счет выпишу. Или что же я по всему магазину? Ну, конечно. Там будет, да, один счет, один договор, один акт. Вот тут вам не нужен, да, там, что там, шутфактура. Вот на все вот это вы используете. То есть, если вы кокошники шьете в одном интерьере, а в другом интерьере вы шьете костюм, потому что там решение, что вы по эти кокошники, вы же не сможете за все это один договор, один счет, два, два, вот это документы. Тогда с этим вот это закокошники, с этим вот это не зависит. Но, кстати, расходы встанных с вами. Расходы на мероприятия? Расходы на мероприятия. Вывод. И чем подробнее вы все детализируете, тем будет вам счастье. Вот смотрите, пишите, изготовление юбки, стоимость единицы, ну или пошив, там, не важно, тысяча рублей, количество единиц, вам нужно два. Здесь единицы, здесь... Нет, я не знаю, я видела, что до этого было написано. Проведение мероприятия такого, ты пиши через... Там, цитразы, ручки, там, все это... Она, проведение мероприятия. Здесь прошивка... Это же не нравится, это тебя расходы на мероприятия. А прежде вот у меня, допустим, если бы я тебе это показала, я, например, в бюджете пишу. А... А для чего? Проживание участников тренинга. 25 человек, столько-то, столько-то, столько-то написано. Тренинг будет проводиться на зале, на базе. Стоимость проживания одного человека в сутки точно такая же, значит. Будет проживать там в двухместных номерах, что-нибудь, потом питание, потом пишу констовары. То есть вот я каждое мероприятие вот так расписываю. Не пишу вот так вот. Проведение тренинга и туда все. Проживание, питание, все остальное. Потому что это разные источники оплаты. За проживание я одним плачу, за доставку я одним плачу, за констовары я третьим плачу. Поэтому наименование именно расхода, а не наименование мероприятия. Можно еще вопрос. Если консервант не было, у нас будет количество мероприятий. Я могу это все вложить? Тогда в комментариях напишите. Для проведения семинара требуется столько-то, столько. Для проведения такого-то мероприятия требуется столько-то. Для проведения всех семинаров, в которых примут участие 150 человек, требуется то-то, то-то, но какую-то сумму. Если это все одно-то. У меня просто очень такие большие мероприятия. Я их расписываю все по-разному. Я пишу одни конс-товары. Для этого мы все здесь, для второго, для этого. Можете в общем написать тогда в комментариях, на какие мероприятия пойдут эти конс-товары. А можете расписать? Я показала, как делаю я, потому что это удобно. И эксперту смотреть. Так, на это мероприятие у него столько пошло, на это мероприятие столько пошло. Можете объединять. Ну, чтобы было понятно. Чем детализируете лучше, тем лучше вам. Это не обязательно вот так делать. У меня вот, например, в этом проекте было 5 вот таких выездных семинаров, тренингов. Ну, просто вот даже если... Если бы я посмотрела на это как эксперт и написала, для проведения всех выездных мероприятий, то есть это просто просчитать очень сложно, сколько на одного человека там входит входит. Я делаю так. Вы можете делать обобщать. Да, пожалуйста. Ну, изначально фонд рекомендует 15-10-15% заклад. То есть вы просчитали и добавляете еще 10-15%. Ну, конечно, я только купил 5-10% на 6-60%. Ну, так. 15% на 100% заклад. Ну, констовары... Это на май месяц, а я уже сейчас не управляю, как я говорю, цену полагаю. Просто секунду за выдержку. Потом уж немножко уж подгонится было. Если мы не можем всегда, мы грантодатик на тебя посмотреть. Что там нужно будет убрать совсем? Или как? Или меньше количества? Если мы выбрали, ну, конечно, грантодатик. Будет индивидуальный подход. И понятно, что все события, которые внешне, они будут браться в пример. Ой, врачи поделиться. Врачи, да, совершенно. Ну, у нас был... Я в одной лодке. Ну, прибавляем чуть-чуть, я говорю. У нас был пример. 15 мало. 15 мало. Если честно, я рекомендовала 25 закладывать спокойно. У нас в прошлом году был пример, когда планировалось одно количество поехать в Курск у нас на организацию летала. В итоге они просто написали нам письмо, что в связи с тем-то, с тем-то, с повышением цен на авиаперелет, ну, невозможно отправить 7 человек за следство гранта. Отправили 5. И они отправили 5. Ну, то есть, как бы, все равно есть какие-то пути. Да. Не, ну, конечно, все лояльно. Это все, конечно, в стройе. А также был пример, когда запрашивают, например, деньги на изготовление одного количества леерного ограждения. Через неделю приходится реализовывать проект, а по факту у них получается, этих денег хватает, только на месте 10-ти 3. То есть это уже ненормально. То есть цена в то время, мы прекрасно понимаем, она за неделю и выросла. То есть они изначально... Узнавайте цену, узнавайте. Узнавайте бюджет. Ну, вот. Еще раз повторюсь, вот в этом разделе, чем вы более витализированно скажете, в комментариях напишите, к какому мероприятию вас относится этот расход, кем будет понятнее гораздо экспертом. Ну, обязательно полиграфический расход тоже. Грандодатели не очень любят, когда вы просите, вы просите много флайеров, там буклетов, листов, всяких разных, потому что сейчас есть интернет, и всю эту информацию можно получить в интернете. Поэтому тоже так объективно подходить, когда... Опять же, это должна быть обоснованность. Если вы хотите выпустить 10 тысяч флайеров, а у вас в мероприятии 500 человек всего участвуют, ну, здесь целесообразно 10 тысяч. А если у вас реально какой-то, допустим, фестиваль будет проводиться у нас на площади, и вы планируете, что у него приедет 30 тысяч человек, ну, почему бы там 4 тысяч флайеров не выпустить? Кому-то где-то дать два. Люди же не по одному придут. Ну, и опять же, вот эти листовки, флаклайеры, какая информация будет? Если она действительно, эта информация позволит что-то изменить, то, что у вас прописано в проекте, например, изменить отношение к здоровому образу жизни, там будут прям рекомендации даны, то, понятно, она нужна, наверное, и кто-то донесет ее до Думу, и Думу еще раз посмотрит. А если там просто будет написано «Все за мир», допустим, ну, мы-то все знаем, что мы все за мир. Опять же, если у вас уже есть готовый макет печати, вы можете его приложить в раздел «О проекте», дополнительную информацию, это будет только плюсом к вашей заявке. Ну, вот примерно так оформляется этот раздел. Если вы что-то запрашиваете, вы должны писать, сколько страниц, какая печать, какой пираж, стоимость одного экземпляра, допустим, посолья. Подробнее не знаю. Ну, впрочем, прямые расходы, я не знаю, есть опыты, когда заполняют этот раздел? Что у нас? Ну, прочие прямые расходы. Есть раздел такой, но туда может войти все то, что не пошло у вас другие. Кулинар продукты заносил сюда, в этот раздел. Продукты. Ну, рассуды на мероприятия. В мероприятии, как бы, тоже было бы аналогично. Я и ни разу не сталкивать с тем, чтобы кто-то заполнил этот раздел. И в этом разделе не могут быть написаны неподвиденные расходы. То есть, если какие-то расходы будут, то они должны быть комплекционны. Это основная решетка, и все может заканчиваться. Ну, смотрите, не тарифное распределение по статьям бюджета. В бюджете у организации написано подготовка, съемка, монтаж, занятия, мастер-класса, клининг, броков, видеокармати. Написано в комментизации. Услуги. Значит, это должно быть в услугах. Они собираются платить какой-то организации за вот то, что они будут их снимать. А у них стоят расходы на мероприятия. Услуги – это совершенно другой раздел, где информационно-консультационные услуги. Вот такой расход должен быть в услугах, а не в мероприятиях. Если вы будете платить какой-то организации, а потом я вам не признаю, на самом деле собирается какую-то организацию, которая будет введена эту помощь всякого. Потом, смотрите, как комментарий написано. Руководитель проекта зарплатная плата руководителя проекта. Зарплатная плата бухгалтера. Я уже показывала, как можно писать комментарий, что будет делать бухгалтер, сколько приорбочного времени работать и как рассчитывается зарплата. Откуда будет 10 тысяч. Слово о координаторе. Потому что координатор по работе с территориями. Читаю, я еще не проекту, у них никаких территорий нет. Ты знаешь, мы знаем, как это проектие. Я не помню, что это дело. Координатор по работе с территориями. То есть, нужно было написать здесь, да, с какими территориями, сколько раз он за будет выезжать или как он с ними будет взаимодействовать. У нас сейчас есть, уже заполняется одна из заявок, там несколько координаторов. То есть, вы должны понимать, нужны ли вам координаторы в принципе, и эксперт должен видеть, что действительно координатор вам необходим. Тогда спрашивают, что он координирует. Для чего платится руководитель, если есть еще координатор, есть еще и куратор, и еще два помощника. Менеджеры там. Да, менеджеры есть. А куратор, координатор это разное? Как назовете? А мы не знаем, что вы назовете. Конечно, как пропишете? Если он будет курировать деятельность сюда, а если координирует, организовывать мероприятия, там принимать, то есть, ну, как бы разные вещи. Как пропишите? Куратор направления. Куратор направления, да. Обучающего направления, информационного направления. Если у нас краткосрочные проекты, координатор один может быть в проектах. А куратор, если несколько там направлений, если разные направления, то куратор курирует определенное направление, но координатор один, а не так, как у нас сейчас заявлено. Ну, координатор и куратор это помощник руководителя. Да, либо осуществляется выезд в несколько территорий одновременно. Тогда, может быть, да, туда отправили, куратора или координатора. Куратор по работе с волонтерами. Значит, у вас должно быть мероприятие, в проекте куча мероприятий, в которые задействованы волонтеры. Вот этот куратор собирает, обучает, тренирует, раздает, дает ему указания. Вот он эту работу организует. По информационному сопровождению может быть куратор, который постоянно все вам будет выкладывать в ваши социальные сети, СМИ давать информацию. Но проект должен быть на это направлен. Взять куратора по информационному направлению, если он только итоги проекта подведет, то нет. Значит, у вас проект должен быть какой-то информационный. Там должен быть человек в проекте культуре. Одна из задач информирования населения или популяризация. Если задача такая есть, то может быть куратор. Вот смотрите, еще тоже в расходах номеров мероприятия. Карабин остальной вопросик, оплата снаряжения. Здесь нужно писать. Для проведения соревнований, глубоко говоря, по скалолазанию, в которых принят участие. Сколько человек? 30 штук. Это чего? Ну, то есть 30 карабина, да? Не менее 30 человек необходимы там для страховки, приобретения карабина. Веревка статическая? Для меня вообще ничего. Зачем веревка статическая? Ну, в общем, веревка ремонтируется. Это то же самое. Для чего? В каких мероприятиях это будет использоваться? В мероприятиях именно этого проекта. Если у вас есть куратор по волонтерам, если куратор будет проводить занятия с волонтерами, обучать их чему-то, то у вас должно быть это отображено однозначно. Мероприятия с ними должны быть. Мероприятия в солитарном плане и в бюджете. А не просто так. У вас была заявка, была и в конце бюджета, у вас всплывает вдруг какая-то работа с волонтерами. А где в остальном проекте, в остальной заявке у вас волонтеры, а их нет. И еще, когда вы указываете проведение мастер-классов, каких-то, по-моему, там, что касается... Что касается образовательной деятельности, то есть если вы приглашаете каких-то именно квалифицированных специалистов, не забывайте, пожалуйста, проверять документы в образовании. Мы столкнулись с проектом, когда пришло время отчетов. У них проводили семена. Почему вы что-то там... 16-летний парень. Естественно, не имея никакого образования там населения. Он что-то там умеет в этом деле. Естественно, может быть, пенсионерам донести сможет, потому что они много меньше чего. Но этот вид расходов не прошел. Причем, когда они писали этот проект, мы спрашивали, они приписали на консультацию, мы говорим, кто это будет заниматься. У нас, говорит, есть преподаватели, там, информатики или чего-то в районах. А когда проект начался, преподаватели куда-то делись, пришлось обращаться к детям. Ну, соответственно, это уже квалификация совершенно другая. И оплачивать, как преподавать, не могут в школе. Про выездные мероприятия. Если вы планируете какие-то выезды и просите на бензин, транспорт на какие-то расходы, не забывайте, что потом вы должны будете предоставить маршрутный лист. Путевой лист. Путевой лист. Ну, путевой лист. У вас должен быть договор или с предприятием, которое оказывает перевозки, или вы принимаете на работу водителя на любой основе. И по этому путевому листу вы должны будете отчитаться за этот бензин, который... То есть не просто так взяли еще... Это очень важно. Это встречается практически в каждом проекте. Если вы планируете какие-то чинепития, банкеты, там, честование и так далее, это все за счет собственных средств. То есть если кофе-брейк, это за счет собственных средств? Нет, кофе-брейк, если во время большой учебы не может. Ну, в большой учебу у нас. Если у вас весь день вы работаете, более там 5 часов, по-моему, то кофе-брейк можно закладывать. Если у вас будет какая-то наградная продукция. Да, наградная продукция должна превышать 4 тысячи рублей. Спасибо, Таня, что напомнила. Значит, но награждать за что-то. У нас вообще грешат, особенно организации ветеранские, организации пенсионеров. Понятно, что хочется всех собрать, угостить, стол накрыть, чтобы всем было хорошо. Но наградная продукция за участие в конкурсе, за победу в конкурсе, соревнованиях. Вы можете, ну, как-то поощрить свои там благодарственные письма, или чем-то такими. Но именно вот подарки вы можете дарить только за что-то, а не просто так, потому что люди приняли участие в проекте. Ну, и очень хорошо продумывать, если вы закладываете расходы на приобретение кубков. То есть их можно приобретать? Их можно приобретать. Но за что? За что? Ну, я бы хоть так. Мы сейчас спортивные. Я поняла, Роман, что вы говорите. Смотрите, из опыта был написан проект. Все спортивные мероприятия, если я не ошибаюсь, уже проходят по положению. Да, положение. Положение, и вы прописываете порт-снос, и на что он тратится. Правильно? Так вот, был проект, когда бюджет закладывают, они там хотят на городную продукцию, кубки, грамоты и так далее. Мы проверяем положение о повредении спортивных мероприятий, и они порт-снос тратят на то же самое. Получается двойное стремление. Это уже важно. У вас еще суды есть, когда мы будем с положением в результате оплаты трудных студий. Да, опять же, исходя из оплаты студии, по нашему закону... Именно участие в этом проекте, не вообще вот что, не все соревнования там будут. Чтобы не было такого, что, к примеру, региональный центр развития спорта у вас оплачивают это мероприятие, а вы еще не на то же самое рассмотре просите. Скажите, вот питание участников мероприятий, вы со всей области приехали, какое-то действие у нас произошло, мы их должны же накормить, а я должен опять сошелать. Можете. Значит, вы должны договор со столовой заключить, переключить договор. не приветствуется, используя наличных расчетов, но по карте, то есть можно рассчитаться, и вам, бухгалтер, вы пишете вам авансовый отчет, вы можете рассчитаться. Но тоже не приветствуется, желательно, все по безналичке, когда не будет столько вопросов. С заключением договора со столовой вы уже будете знать, сколько оттечеств. Но можно, если оно обоснованно, если оно обоснованно, не просто накормить, что они голодные, а то, что они весь день принимали участие люди эти полезные. Конечно, мы делаем мероприятия выездные, конечно, я кормлю всех участников. Плачу питание. Питание. Питание участников чего? Фестиваля. Проживание. Проживание. Проживание выключать, допустим, авиаперелет, опять же, если он целесообразный, кого-то вы сюда привозите, то есть это можно сказать. Вы поймите, что когда вы устраиваете чаебитие, то есть вы должны заключить договор с организацией, которая вам организует все это. Вы не будете потом отчитываться пакетом чая, булкой хлеба, сахаром и так далее и тому подобное. Вы предоставите в отчетность договор с организацией, которая вам все это организовала, у которой есть лицензия на организацию данного вида мероприятия. Ну, либо в районах не везде это есть, поэтому можно, на самом деле, в магазине по счету закупить чай, сахар, это стало. По перечислению? Там, причем, даже было не по перечислению, а на собственную карту они деньги перечислили, потом попытались через авансовый отчет, данный отчет не принялся. Ну, интересно, не знаю. Ну да, мы делали, например, так. И, конечно, что 200 человек, какие там чайные пакеты? Знаешь, музыка? Еще имейте в виду, что все расходы должны быть подтверждены фотографиями, ну, то есть, мы должны видеть на мероприятиях, Это уже в отчетность. Всегда, когда вы планируете любой расход, думайте о том, как вы будете отчитываться. Сразу должны вот об этом думать, потому что какие-то вот эти моменты, например, смотришь проект, написано, расходное мероприятие, и расходное мероприятие, это все, водитель грузовика, расходное мероприятие, я говорю, почему он говорит, ну, он на машину даст, мы же ему должны заплатить за это. Ну, то есть, вот эти вот моменты, как вы отчитаетесь, то, что вы ему заплатите, за что он просто частник, во дворе у мужика стоит в деревне машина, сон, забыл, деревня называется, Мариновка, значит, он у него стоит машина, говорит, она у него стоит машина, говорит, ну, у него все напрокат берут, мы ему заплатим, и все, я говорю, а как вы отчитаетесь тем, что заплатите? Все, вопрос, поэтому всегда помните, что это. А еще подскажите, вот если мы обращиваем полицию, да, в водонечественской территории, очень сложно рассчитать стоимость гилета, вот сейчас, мы можем вот так тоже примерно, допустим, там, из тында 2, тут до 2, тут до 2, примерно на каждого человека вот там. В комментариях написано, средняя стоимость билета по области, такая-то такая. По области можно было, да? Да. Можно написать, богачи, из тында 2 билета будут, для чего? Вы же можете прайс взять в автоколонию. Ну, что повысится? У нас сейчас долгина отдала, завтра мы седем. А в таком случае, я думаю, что на муниципальный прайс они не будут подниматься, так как частные. То есть, тут не более, наверное, 15%. Участникам не дадут тоже сильно поднять, если люди перестали съездить. То есть, так что делать в цели? Ну, как вариант, можете на стадии написания проекта переговорить, допустим, с перевозчиком, если он вам гарантирует. Да никто сейчас ничего не делает. Либо в начале, как только день, либо сразу, как только получили финансовое перечисление, сразу же пошли, пока вот такая стоимость, пока укладываетесь, заключаете с ними договор. На 2 билета, вот, на 2 билета в Севинджу. Ну, вот как-то так. Ну, к сожалению, это не от нас же есть. Ну, понимаете, у всех сейчас такая будет ситуация, поэтому, давайте будем искать это выгод из положения, мы вам говорим свои условия, свои требования. Вы давайте под них подстраивайтесь, узнавайте, пишите следные главные, чтобы эксперту было понятно, на что вы просите идти. Выстоя пройдут по критериям, 10 основных критериев, по которым оценивают ваши заявки эксперты. но большая часть из того, что было у меня Николаевна, самая важная актуальна социальная значимость проекта. Это очень важный момент, чтобы проблема на нашей территории была актуальна и актуальна не только для вас, а была подтверждена цифрами, фактами, территориальными, какими-то местными, чтобы эксперт понимал, что действительно, да, проблема существует. Вот раздел. Логическая связность и реализуемость проекта в соответствии мероприятия проекта с целью, задачей, неожиданной. То есть есть проблема. Мы знаем, как мы можем решить эту проблему или аспект этой проблемы, часть этой проблемы, которую мы выделяем, то, что в нашей силе. Мы ставим цель, а задачи – это шаги для достижения цели. Задача – это причины. То есть вот есть проблема, но есть какие-то причины, которые влияют на решение этой проблемы. Мы выбираем те причины, которые мы можем преодолеть. Это и будут задачи. Каждая задача не менее двух мероприятий должна быть. Каждая задача должна быть решена. Вот это логическая связность проекта. То есть на это смотрит проект. Мероприятия, идут и мероприятия для решения задач, решают ли задачи посадленную цель, идет ли эта цель в решении той проблемы, которую вы заявили в проекте. Вот оно. Инновационность, уникальность проекта. Есть тоже критерии оценки, непростой критерий, здесь не нужно изобретать велосипед. Просто если эксперт смотрит, что это у нас уже делалось 150 раз, например. Ну вот проводим, мы вот соревнования проводим, а дети как нам не идут, все в церковь не идут. И каждый проект, организация написана на привлечении детей. Ну то есть если мы будем делать так же, как и делали, результат будет тот же. То есть вот так может инновационность оцениваться. Инновационность, может быть, не обязательно вообще что-то новое совершенно. Это может быть инновационность для нашей территории, для вашей организации, для вашей целевой группы, никогда этого не было. Но вы должны об этом написать, что это новое, уникальное, то есть впервые делается. Потому что этот критерий тоже оценивается от 0 до 10. темный. А вот смотрите, раздел, который тоже влияет на бюджет. Соотношение планированных расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов. С помощи соотношения, сколько тех денег, которые вы просите, и тех результатов, которые будут зарядочить за адекватность, изменимость, и коэффикадность, иowski, опять же, про бюджеты. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планированных расходов. Реалистичность — это опять же, сколько вы запрашиваете деньги, сколько ставите стоимость тех и иных иных материалов. Это, опять же, история про компьютер для обучения пенсионеров, который стоит 150 тысяч, а можно купить за 30 тысяч точно так же обучать. Вот именно вот это и сначально. Масштаб реализации проекта, то, что вы задавали вопрос. Масштаб — это не обязательно много. Масштаб — это масштаб в соответствии с соотношением всего проекта. Ну, вот тех результатов, которые вы хотите добиться. Я уже говорила, да, это может быть и пять человек, но вы спасли жизнь. И это, может быть, вы написали там 10 тысяч человек, но для них вы только показали один фильм, допустим, или дали один флайер. То есть вот эта масштабность, она должна соотноситься с теми результатами, которые вы видите. Да, обращаю внимание, что критерии масштаба реализации проекта, заявка, которая до 500 тысяч, он не учитывается. Да. Организации, которым от 6 месяцев до года, они могут подавать только не более чем на 500 тысяч рублей, а все остальные организации до миллиона. И масштаб реализации проекта маленьких заявок до 500 тысяч, он нет. Но это не значит, если организация 20 лет, они подают на 300 тысяч, у них также не будет учитываться. Да. То есть они попадают до 500 тысяч. Здесь играет роль сумма заявок. На собственный вклад очень много говорили уже, он должен быть подтвержден. Опыт организации по успешной реализации программ, проектов по соответствующим направлениям. Да, вот мы сегодня не говорили, это зависит от того и от команды проекта, какая квалификация у специалистов, которые принимают проект. То есть однозначно у вас должен быть или опыт у вашей организации, или опыт в этом направлении у сотрудников проекта. Потому что мы иногда смотрели, ну проект какой-то по здоровью. А в качестве здоровья, там какая-нибудь зарядка, допустим, там еще есть лекции по здоровью. А в проекте у нас один менеджер, один экономист, третий учитель там географии. Конечно, вопрос возникает, смогут ли люди с такой квалификацией вести занятия там по здоровому образу жизни. Ну, вообще, вот в общем так. Соответственно, опыт и компетенция команды в принципе, у вас должно быть прописано, что у кого-то хотя бы из вас есть опыт в этом направлении. Информационная открытость организации, Юлия Николаевна все подробно рассказала. Вопросы есть? Ну, вопрос. А вот партнеры вот эти, вы не обязательны? Да. Они должны, они должны, не может быть, чтобы у вас не было партнеров. Нет, ну, допустим, у вас федерация. Ну, у вас есть организации еще, уже общественные? У вас уже партнеры, если не сердце, которые могут быть. Да, конечно. Партнером может быть. Да, организация, на территории которой вы будете проводить мероприятие. Заявителю есть ограничения? Нет, нет, может не закладывать. Коллеги, все статьи бюджета, да, никакие из них не являются обязательными. То есть вы в бюджете заполняете только те статьи, которые нужны вам для проекта, да. Если у вас нет зарплаты, то здесь эту статью можно заполнить в том смысле, что вы можете все, на кого вы деньги не просите гранд-операторам, софинансирование поставить. Люди же у вас же есть, все равно команда проекта, люди работают, они тратят свое время. Здесь эту статью можно заполнить с точки зрения софинансирования, да. Если, например, у Агена нет полиграфических расходов, не надо там ничего фантазировать, да. То есть вы в бюджете заполняете только те статьи, которые вам нужны, да, там, где у вас есть расходы в рамках вашего проекта. Ну, вот по поводу детальной уже проработки ваших заявок 10-го числа, 10-го марта, в 15.00, здесь же в Точке Кипения. У нас будет с вами практически семинар, поэтому, пожалуйста, регистрируйте, записывайтесь, я очень вас прошу, придите хотя бы в составе двух человек. Ну, да, уже вообще с пониманием, да, про что будет ваш проект. Можно даже не написанным, можно написанным, как вам удобно, но хотя бы в голове есть с пониманием, да, вот, ответить для себя на вопрос вот в самом начале первого слайда, да, зачем я пишу этот проект, какая проблема, кто моя целевая аудитория, да, сформулируйте у себя в голове какое-то понимание, и мы будем практически вот с вами работать 10-го часа. Поэтому всех ждем, всем спасибо за... Нет, секундочку, у нас остался последний раздел, когда вы заполните все разделы, да, самое важное, все разделы и все хорошо заполните, проработаете, продумаете, остается, переходите в раздел подачи заявки. Что нужно сделать здесь? Здесь вы заполняете, указываете, кто заполнил заявку. Обычно это преимущественно руководителям проекта, к примеру. Но оно выбросится только в том случае, если все разделы... Да, все разделы, да, здесь по этой ссылке скачивайте файл, распечатайте его, подписывайте, ставите печать, не забывайте ставить печать. Если не будет на этом файле стоять печать, мы у вас заявку не примем, отправим на доработку. И в это поле, да, и в это поле подгружаете, вот это ваш подписан с печатью файл. Один файл в формате PDF, да. Заявку подписывает лицо, имеющее право, без доверенности, ну, в соответствии с тем, как я говорю у вас. И только потом вы нажимаете, у вас появится вот здесь. Отправить. Отправляете нам заявку. Мы проверяем заявку. Процесс называется валидация. Если мы находим какое-то несоответствие техническое, именно техническое, мы сейчас не говорим о наполнении заявки, мы отклоняем заявку и приходит вам уведомление в электронный ящик. И наш комментарий, что необходимо исправить. Но, как правило, мы еще стараемся по возможности прозвонить. Поэтому проверяйте почту. И желательно подавать, ну, хотя бы дня за 3 уже. Ну, в идеале дней за 5, чтобы вы могли исправить. Чтобы не было так, что вы без 10-12 нам подаете заявку. И удивляетесь, почему вам без 5 не перезвонили и не сказали, что я должен был все переделать. А потом еще возмущаетесь. Это может прирасти. Если вы отправили даже в последний день, тогда уже относитесь, пожалуйста, с уважением к своему труду и к нам, тогда уже сидите и ждите и проверяйте свою электронную почту. Пока вы не нажали здесь «Отправить заявку», вы всегда можете вернуться в любой раздел проекта. Всегда. Как только вы отправили заявку, все. Доработать заявку, скорректировать ее не имеется никакой возможности. Вы заполнены на 43%, у вас там должно быть заполнено. везде стоять должно. Ищите, где нолик вы поставили. Да. Ищите, чтобы… Вот здесь видите календарный план, заполнен на 100%. Чтобы все было синим, заполнено на 100%. И здесь потом оставляете, ну и, собственно говоря, ждете результат в соответствии с клиентом проведения. есть какие-то… Ну как лучше, два или двадцать, два… Ну за сколько, сколько будет работать в проекте? Ну минимум, это точно. Ну минимум, бухгалтер должен быть. Максимум 15. Да, есть причины? Ну есть как причины? Нет, но у меня нет. Потому что мы же можем остальные взять на софинансирование, это тоже лично. Они же тоже команды. Я вам говорю, в команде проекта должны быть те, кто будут работать в проекте. Все. Если вы берете на софинансирование, значит, они обязательно должны что-то делать в проекте. А не просто так, конечно, у вас есть, допустим, организации. А масштабность – это минимум шесть мероприятий должно быть. Я так понимаю. Раз три задачи, то минимум шесть. Одной задачи может быть до десяти мероприятий. Но минимум шесть должно быть. Это же все требования бездельно. Ну я так понимаю, вы уже писали, да, фонд президентских грантов? Кто писал уже, кто имеет опыт, когда мероприятие заполняете, вы думаете наперед, что вы потом будете заполнять там ключевые контрольные точки. И держите у себя перед глазами эту картинку, как вы потом, применимо к вашим мероприятиям, будете рисовать нам эти ключевые контрольные точки. Время они сами ставят? Нет, сейчас в случае победы ключевые контрольные точки заполняете вы сами, и группировать эти мероприятия в ККТ нужно будет вам самим, поэтому держите в голове эту информацию, какие мероприятия вам нужно будет куда как написать. Есть еще вопросы к нам? Ну тогда давайте, позвольте завершить наш семинар. запись мы, наверное, тоже у нас на сайте выложим на Амур Гранд Иры, смотрите, также на сайте ресурсного центра НКО 28 запись будет. Если возникнут вопросы по техническим вопросам наполнения заявки 49, 48, 53, в понедельник, в пятницу с 9 до 18, теперь с 13 до 14. По вопросам непосредственно наполнения заявки это, пожалуйста, ресурсный центр НКО вам в помощь. Юлия Николаевна, номер телефона напомните? Да, номер телефона. 8, 53. 22, 16, 53, это наш рабочий телефон, можно записать мой личный. 8, 924. Презентация есть. 8, 924, 673, 17, 52. Да, вот есть контакты. Лариса Валерьевна, да, коллеги, ну вот к вам тоже большая просьба, вы сами, пожалуйста, не откладывайте подготовку заявки на последние дни, потому что вам просто тяжело это будет сделать, да, или сделать качественно. Ну и плюс, как показывает нас, у нас уже не первый год работы, что у нас самая большая нагрузка, любой грантовый конкурс, это последняя неделя. И у нас тоже есть наш какой-то человеческий ресурс, мы, конечно, готовы, часто это делаем, особенно в последние дни, да, и ночью сидим с вашими заявками, но, как бы, лично у меня эта способность с утра значительно выше, чем ночью. И качество, и продуктивность моей деятельности тоже. Поэтому, чем раньше вы к нам придете на консультацию со своими проектами, тем, конечно, ну, я так думаю, что лучше будет результат, у нас будет больше времени проработать вот конкретно с вами. Поэтому не откладывайте, пожалуйста, на последние дни. У нас еще группа WhatsApp, все присутствующие в нашей группе состоят. У нас есть группа гранта губернатора. У кого нет, напишите, напишите. Руководитель, ну, может быть, руководитель у вас, да, ну, по одному человеку, да, мы добавляем от организации. Ну, да, ну, вы по согласованию с руководителем, если конкретно вы будете писать сейчас, можем поменять. Если у вас не руководитель пишет, а именно вы пишете. Так как у нас сейчас идет в данный момент прием заявок, конечно, было бы целесообразнее вам там находиться. Ну, да. Ну, вы сами уже внутри организации определите. Кого нет, в WhatsApp напишите, пожалуйста, я вас добавлю. Хорошо, если у кого нет, кто хочет там быть в этой группе. Вот, коллеги, все? Все вопросы можно дальше взаимодействовать по телефону, по электронной почте и 10-го приходите на практику. Ждем ваших заявок. Всех девушек с наступающим праздником. Нет, нет, нет. Заявки только на платформе. Да, платформа только на платформе. Вы, подождите, вы сейчас про десятое число говорите, подать заявку? Нет, 10-го, да, нам на почту также НКО 28 присылаете, да. А, да, если про проект, то это только на сайте. Ну, опоздать, ну, можно, конечно, опоздать. Нет, на мегинозы? Нет, практика там для всех сразу. Нет, если что-то. Спасибо. Спасибо.